О нем? Ха-ха-ха, лорд-мудрец беспокоится не о мастера секты Голубого Облака, а об их Верховном Старейшине. Пока этот старый монстр жив, никто не сможет прикоснуться к Линью и Жоу, а сейчас иди. Однако, в этот момент перед ними внезапно появился человек, скрывающийся в тени. Управляющий знал, что это был подчиненный лорда тени. Он уже хотел уйти, но прибывший человек сразу заговорил. Ли Юньмо был найден, что управляющий был слегка шокирован. У него был самый большой авторитет в Стальном Замке в Пятом Измерении, но он до сих не обнаружил местонахождение Ли Юньмо. Но эти люди уже смогли это сделать, но вскоре он узнал, откуда взялась информация. Удивительно, но она пришла не с Центрального Континента, а от людей нового морского бога с Континента Северного Океана. Подчиненный лорда тени спроецировал немного расплывчатое изображение с помощью своего звездного коммуникатора. Они могли увидеть три фигуры, сражавшиеся против петушиных драконов в небе. Один из этой троицы определенно Ли Юньмо. И если моя догадка верна, двумя другими должны быть Ли Юн и Ли Фын, которые еще не появлялись публично. Хрипло сказал управляющий. Когда он увидел, что Ли Юньмо, Ли Юн и Ли Фын собрались вместе, он внезапно забеспокоился и почувствовал головную боль. В конце концов, он был всего лишь управляющим в гильдии флюксеров Стального Замка в Пятом Измерении, поэтому его культивация достигла лишь уровня Золотого Кристалла. Когда управляющий понял, что все трое собрались вместе, он осознал, что оказался между Молотом и Наковальней в конфликте между Лордом Мудрецом и Таинственной Сектой Ли. Если бы он с самого начала знал о том, что у Ли Юньмо была такая мощная поддержка, он бы сохранил в тайне вопрос о том, что Ли Юньмо вошел в состояние боевого мудреца. Естественно, что теперь и управляющего просто не было выбора. Прекрасно, это гарнизон Заходящего Солнца. Что касается Таинственной Секты Ли, Лорд Мудрец хотел бы посмотреть на то, что является фундаментом для их самоуверенности, поскольку они показали хвост, но продолжают скрывать голову. В любом случае, тщательные приготовления в конечном итоге окупаются. Пришло время для Теневой Семьи принять меры. Лорд Тень слабо улыбнулся. Гарнизон Заходящего Солнца. Да, это гарнизон Заходящего Солнца. Три прямых ученика Таинственной Секты Ли собрались в небе в гарнизоне Заходящего Солнца и охотятся на петушиных драконов. Многочисленные флюксеры, которые обращали внимание на текущие дела, в этот момент считали, что Ли Юньму не повезло. И в то же время они не могли отрицать, что он обладал поистине огромным мужеством. После того, как он вызвал такой огромный переполох, он даже не думал скрываться и охотился на пространственных зверей в гарнизоне Заходящего Солнца. Отряд охотников даже смог записать процесс его охоты. Люди внимательно наблюдали за тем, как Ли Юньму, Ли Юн и Лифын убивали петушиных драконов, которые считались повелителями неба в пятом измерении, в результате чего их возбужденные умы начали успокаиваться. Новости о тайной области древнего божества стали уже не столь притягательны. На этом видео посетители форума впервые увидели трех учеников таинственной секты Ли, собравшихся вместе, заставив многие силы быстро пересмотреть вопрос о том, достаточно ли у них сил, чтобы войти в мутные воды. Таинственная секта Ли еще не показывала своего могущества, но те силы, у которых были не особо могущественные руководители, в этот момент успокоились, отказавшись от мыслей о захвате Ли Юньму. Однако, даже после этого было достаточно много сил, которые готовы были пойти на этот риск и нанять новых людей на замену тех, кто отказался от этой миссии. Тем не менее, после просмотра этого видео, многие из этих сил неожиданно осознали, что захватить Ли Юньму может быть не так просто, как они думали. Боевая мощь этого парня была чрезвычайно велика. А теперь Ли Юнь и Ли Фэн, эти два ученика, также присоединились к Ли Юньму. Организации, которые отправили только флюксеров с золотым кристаллом, сразу поняли, что этого уровня будет недостаточно. Узнав об этом, каждый клан и организация на центральном континенте увеличили число людей, которых они отправляли на эту миссию. Теперь Пятое измерение оказалось заполнено флюксерами высшего уровня для Пятого измерения, флюксерами с радужным кристаллом. В скором времени, большое количество флюксеров с золотым и радужным кристаллами со всех городов центрального континента появились в лагере гарнизона Заходящего Солнца. Небольшой лагерь, который раньше был мирным, наполнился шумом и болтовнёй. Собрались самые могущественные. Глава 149, глава 149, шестой уровень, выдающиеся царства. Я пришёл к тебе, чтобы спросить кое о чем. Вчера ты видел, как в ваш гарнизон Заходящего Солнца приходил флюксер с обычным кристаллом. Он должен быть примерно такого роста и использовать вот такое оружие. Сегодня, в гарнизон Заходящего Солнца, этот отдалённый маленький лагерь, прибывала одна группа флюксеров за другой. Все, кто появлялся здесь, сначала просили припасы, а потом судорожно метались от одного торговца к другому, спрашивая о флюксере с обычным кристаллом. Они не назвали никаких имён и были осторожны, когда задавали вопросы, потому что, несмотря ни на что, Ли Юньмо все ещё был небесным генерал-майором королевского города Ханься. Однако, эти торговцы из гарнизона Заходящего Солнца лишь разводили руками. Дело было не в том, что они не хотели ничего говорить, скорее они действительно его не встречали. Теперь у всех был лишь один вопрос на уме, кем же был этот загадочный флюксер с обычным кристаллом, который смог поднять такой переполох. Мелкие торговцы были ещё более потрясены, когда к ним подошла группа флюксеров с радужными кристаллами. Даже высшие эксперты пятого измерения пришли в движение, и это не было ограничено лишь одним или двумя такими флюксерами. Согласно обычной логике, флюксеры с радужным кристаллом должны были тайно готовиться к вознесению в более высокие измерения. Обычно они нигде не появлялись. Был один мужчина средних лет, который управлял небольшим магазином, который немного боялся в своём сердце. Он был единственным человеком в этом месте, кто знал правду, потому что вчера вечером именно он был тем, кто подготавливал припасы этому флюксеру с обычным кристаллом. Глядя на толпы флюксеров, которые приходили и уходили, предлагая все большие и большие награды за любую информацию, мужчина немного колебался, но в конце концов остался невозмутимым. Это было не из-за страха, а просто потому, что прошлой ночью этот юноша великодушно дал ему кристалл потока, чтобы оплатить счёт. Более того, он видел его уважение к таким людям, как он, которые защищали линию фронта. Вот почему мужчина средних лет твёрдо решил, что не должен раскрывать местонахождение юноши. Тем не менее, когда он увидел быстро растущее число флюксеров с серебряным и золотым кристаллом, прибывающих в его гарнизон, его сердце не могло не забеспокоиться. У него было ощущение, что даже без его слов скоро начнётся крупномасштабная операция по захвату этого парня. Ли Юньму, за которым сейчас шла охота, в настоящее время спокойно лежал на земле и спал. Эта область считалась дикими территориями, поэтому поблизости не было пространственных глаз, которые могли бы действовать в качестве канала в связи. Звёздный коммуникатор Ли Юньму не получал никаких известий, и он не знал о великом событии, которое побудило многочисленных флюксеров с центрального континента к действиям. Честно говоря, учитывая его характер, ему было бы совершенно наплевать на все это, даже если бы он обо всем узнал. Есть старая поговорка, у кого было много долгов, никогда не станет беспокоиться из-за ещё парочки. Поскольку за Ли Юньму в настоящее время уже следил один мудрец потока, встреча с группой флюксеров, которая пыталась поймать его, была для него просто детской игрой. После того, как образовалось его первое солнце, земля в его небесном мире наполнилась жизнью. Он легко решил проблему недостатка отдыха хорошим сном и проснулся совершенно отдохнувшим. Затем он обнаружил, что трава, которая ещё вчера едва проросла, уже достигла высоты примерно в один дюйм после того, как она подпитывала снежной энергией солнца. Осмотрев окрестности, Ли Юньму остался чрезвычайно довольным тем, что в его небесном мире теперь была трава. Он подошёл к источнику в центре и умылся, а затем развёл на земле костёр и начал готовить мясо. Только наевшись до сыта, он встал. Пока он спал, он получил первую прибыль за убийство монстров третьей тенью. Кроме того, число его космических элементов возросло до 2000. Ещё более важным было то, что результаты третьей тени Ли Теня в практике боевых навыков были поистине экстраординарными. Навык стрельбы из лука, наконец, достиг шестого уровня, выдающееся мастерство. Это был его первый навык, достигший шестого уровня. После того, как Ли Юньму достиг его, его понимание мастерства стрельбы из лука и его точность стали ещё более ужасающими. Была также добавлена способность. Она называлась «слепой выстрел». Как и следовало из названия, с помощью этого навыка он мог стрелять вслепую. Ему придётся закрыть оба глаза и просто положиться на своё выдающееся понимание стрельбы из лука и суждения, основанного на других чувствах. Все внешние помехи в этот момент просто блокировались после закрытия глаз, и стрела будет выпущена, полагаясь исключительно на его чувства. Таким образом, в принципе, он не будет зависеть от внешних условий, и будет стрелять с помощью истинного видения, которое превысит радиус его зрения. «Черт, этот слепой выстрел слишком удивителен», — воскликнул про себя Ли Юньму. Эта способность, хоть и имела такое простое название, была настоящим благословением для стрелка. Стрела истинного видения, которая превзойдёт радиус его зрения. Что такого было в этих словах, это означало, что он не будет подвержен каким-либо обманкам или какому-то внешнему воздействию. Выстрел будет фактически инстинктивным. Порой, существа, видимые глазу, не были реальными, а движения, слышимые ухом, были лишь обманом противника. Учитывая эти факты, эта новая способность была поистине тиранической. Независимо от того, как какие трюки использовал противник, даже если это иллюзия, теперь Ли Юньму мог чувствовать истинную цель и стрелять в неё с помощью стрелы, направляемой истинным видением. Интересно, интересно, Ли Юньму не ожидал, что после достижения шестого уровня мастерства он получит подобную способность. Что значит быть выдающимся, это означает выделиться среди сверстников. Мастерство стрельбы из лука Ли Юньму теперь намного превзошло уровень стрельбы из лука обычных людей. После того, как Ли Юньму испытал это, его охватило предвкушение того, как будут улучшены остальные его навыки после достижения шестого уровня. Результаты Ли Теня после ночи сражения с монстрами не ограничивались лишь шестым уровнем навыка стрельбы из лука. Его шаг насекомого и неистовый клинок, наконец, достигли пятого уровня, совершенства. Количество ударов неистового клинка снова было увеличено на 3, достигнув отметки в 27 ударов. С таким количеством ударов, огромная сила этих последовательных ударов достигнет уровня, который даже Ли Юньму не мог себе представить. После достижения пятого уровня увеличилось не только количество ударов неистового клинка, но и количество недостатков этого навыка значительно сократилось. Что такое совершенство? Это выходит за рамки обычного мастерства. Ранее Лин Шуан могла бы прервать его навык одним сильным ударом, но теперь все это было в прошлом. Если Ли Юньму вновь столкнется с Лин Шуан, он наверняка сможет подавить ее. Шаг насекомого также достиг состояния совершенства, но у него не было никаких больших изменений. Если не считать того, что он мог использовать 5 рывков подряд, единственным изменением было очередное увеличение преодолеваемого расстояния. Когда теперь Ли Юньму использовал шаг насекомого, он легко мог преодолеть расстояние в 25 метров. Если бы он использовал его непрерывно 5 раз подряд, он бы прошел расстояние в 125 метров. Эта способность уже достигла такого уровня, что Ли Юньму было трудно поверить в это. Хозяин, система обнаружила, что в пятом измерении в настоящее время появилось множество высокоуровневых флюксеров, которые ищут вас. На этот раз четко отчиталась система. Глава 150. Глава 150. Желая вызвать отчаяние у врага не должно быть никакой путаницы в том, как система могла контролировать внешний мир. На самом деле, это было очень просто, потому что тени вернулись во внешний мир и охраняли точку входа в небесный мир Ли Юньму. Таким образом, с помощью теней она могла отслеживать движение во внешнем мире. Ищут меня? Зачем? Из-за отсутствия достаточного количества информации, система не может прийти к каким-либо конкретным выводам. Ответила система. Ли Юньму кивнул, но ничего не сказал. Казалось, он должен был найти способ купить пространственный глаз на черном рынке. Когда он его купит, он сможет использовать его для связи с внешним миром даже после того, как он углубится в дикую местность. Однако узнать подробности этого дела на самом деле было не так уж сложно. В конце концов, у него до сих пор был мир виртуального измерения. Вскоре после того, как он вошел в него, он узнал причины того, почему так много флюксеров отправилось на охоту за его головой. Это было не потому, что Ли Юньму был чрезвычайно искусен в поиске информации. Скорее, все дело было в том, что сейчас абсолютно все обсуждали это дело. Вы слышали, что не так давно семья Ван из города Снежной Луны также отправила в гарнизон заходящего солнца группу флюксеров с серебряным кристаллом, которую возглавляют два флюксера с золотым кристаллом. Да, сейчас со всех регионов центрального континента в гарнизон заходящего солнца отправляются большие группы флюксеров с серебряным и золотым кристаллами. Даже ходят слухи, что флюксеры с радужным кристаллом пришли в движение. Ли Юньму прогуливался по процветающей главной улице города центрального континента в мире виртуального измерения. Ему потребовалось всего полминуты, чтобы услышать, что все люди вокруг обсуждают этот вопрос. Так вот в чем дело, Ли Юньму внезапно все понял и тут же усмехнулся. Большое количество флюксеров с серебряным и золотым кристаллами отправились в гарнизон заходящего солнца, чтобы создать ему проблемы. Если бы это произошло до того, как он отправился в башню славы, таких сил было бы достаточно. Но сейчас, они просто предоставляли себя ему на серебряном блюдечке и ничего больше. Хотя Ли Юньму так думал, окружающие люди, нет, мимо него прошел флюксер и присоединился к разговору. Все эти кланы и организации, разве они не перегибают палку, посылая так много флюксеров, чтобы захватить низкоуровневого флюксера? Ли Юньму, переодевшийся в обычного прохожего, на мгновение остановился, но тут же потерял интерес. Теперь его смущал только один вопрос, каким образом была раскрыта тайна резиденции городского лорда? Лин Юйжау решила обмануть его? Ли Юньму быстро отбросил эту мысль. Лин Юйжау не была настолько глупа, чтобы раскрывать что-то связанное с этим чрезвычайно ценным сокровищем, нефритовым кулоном рыб? Вскоре он вернулся в свою мирную усадьбу. Там, к его удивлению, присутствовали его мать, отец Илюжуянь. Маленький негодяй, все снаружи только и говорят о том, как ты навлек на себя беду, а ты еще и осмелился показываться здесь. Очевидно, что Хэцзе, его мать, не знала, в какую беду попал ее сын. Не беспокойся, я очень осторожен. В противном случае, откуда у меня было бы время, чтобы увидеть вас всех? Услышав это, его отец и мать вздохнули с облегчением. Только Люжуянь взглянула на него со скрытым беспокойством, как будто хотела что-то сказать. Сестра, мне ничего не угрожает. Ли Юньму спокойно посмотрел на Люжуянь с абсолютной уверенность. Затем он прошел к пустому пространству во дворе и махнул рукой. Дворик немедленно был заполнен всевозможными пространственными зверями. Там были звери с обычным, черным, серебряным и даже золотым кристаллами. Это ты убил их всех? Увидев несколько сотен неповрежденных трупов, члены семьи ли были поражены? Сестра, я оставляю их всех тебе. Сейчас у меня нет недостатка в деньгах, а ты должна получше о них позаботиться. В будущем мне снова понадобится твоя помощь. Сказав это, Ли Юньму не стал надолго задерживать в мире виртуального измерения. Главным образом потому, что у него больше не было ничего, что он хотел бы сказать семье. Эти несколько сотен трупов пространственных зверей были гарантией на случай, если с ним что-то случится. Когда он вышел из мира виртуального измерения, он попросил систему проинформировать его о текущей ситуации. Что касается большого количества флюксеров, которые охотились за ним, он совершенно не волновался. В конце концов, с предметами, которые он получил в башне славы по совету системы, справиться с этой ситуацией было чрезвычайно легко. Отлично! Это просто здорово, ведь мой навык стрельбы из лука достиг шестого уровня. Поскольку вы все решили поохотиться на меня, позвольте мне испытать всю мощь моего мастерства стрельбы из лука. В следующее мгновение Ли Юньму покинул свой небесный мир. В это время Ли Юнь, Ли Фен и Литянь эти три тени уже покинули пространственные поли боя, потому что время, установленное для сражений, уже закончилось. Они защищали точку входа в небесный мир. Несколько десятков зверей, которые пытались вторгнуться на эту территорию, были убиты ими. Ли Юньму собрал их кристаллы потока с их трупов, но не стал сразу заполнять точки потока, чтобы перейти к ученику потока с черным кристаллом. Ему все еще нужно было подавлять свою культивационную базу, поскольку он хотел еще раз войти в башню славы. Если он увеличит свою культивацию, он лишится дополнительных значков башни славы. Вчера вечером, когда Ли Юньму убивал петушиных драконов, он также убил большое количество пространственных зверей с черным кристаллом и получил их кристаллы потока, поэтому у него их было более чем достаточно. Если бы ему не нужно было подавлять свою культивацию, чтобы получить побольше значков башни славы, ему было бы чрезвычайно просто достичь уровня серебряного кристалла. Чу Цин Юй, наследница могущественной семьи, смогла добраться до уровня серебряного кристалла со скоростью ракеты, поэтому Ли Юньму мог повторить этот подвиг. Весь процесс требовал от него всего лишь чуть больших затрат ресурсов, но в настоящее время Ли Юньму не испытывал недостатка в низкоуровневых кристаллах потока. Он открыл свой профиль. Очки опыта. 9630. Очки навыков. 58781. Космические элементы. 4363. Дьявольская кровавая энергия. 18332. Достаточно, когда Ли Юньму посмотрел на все свои очки, которые были получены после убийства петушиных драконов и других пространственных зверей, его взгляд мгновенно сосредоточился на очках навыков, которые почти достигли 60 тысяч, поскольку он уже знал о том, что за них идет большое количество флюксеров, ему нужно было сделать только одну вещь, увеличить свою защиту. В этот момент его адмиралтейский покров уже давно остановился на 18 уровне. Видя это, Ли Юньму, который еще не решил, как потратить свои очки навыков, быстро принял решение. 19 уровень. 9 тысяч очков навыков. 20 уровень. 10 тысяч очков навыков. День. Ваш адмиралтейский покров был улучшен до 20 уровня. Снижение урона было увеличено до 50 процентов. День. Поскольку ваш адмиралтейский покров достиг 20 уровня, он получил новое улучшение покров внутри покрова. Если хозяин хочет использовать эту способность, он потеряет способность отражения урона. Прошу хозяина принять решение. Выбор Ли Юньму после получения уведомления был ясен как день. После модернизации адмиралтейского покрова до 20 уровня, его отражение урона увеличивалось до 20 процентов, в то время как покров внутри покрова обеспечивал ему дополнительные 20 процентов снижения урона. Выбор был очевиден. Увеличение защиты до такой степени, что другие просто не смогут ее пробить, даже если он останется неподвижным, было более привлекательно для Ли Юньму. Таким образом, он немедленно выбрал новую способность. В следующий момент он активировал адмиралтейский покров. За золотым покровом вокруг его тела появился еще один тонкий слой энергии. Глава 151. Глава 151. Ощущение превосходства Ли Юньму на мгновение закрыл глаза. Чтобы почувствовать этот навык, его сердце немедленно почувствовало беззаботность. Это действительно был бросающий вызов небесам боевой навык. Этот особый защитный навык был поистине удивительным. Дополнительный слой покрова обеспечивал снижение урона лишь на 20%, но он будет первым, кто заблокирует входящий урон. Для понимания этого навыка можно допустить, что сила атаки была равно 100 единицам. Первые 20% будут уменьшены дополнительным слоем покрова, оставив 80 единиц урона. После этого атака коснется уже основного слоя покрова, уменьшив этот урон еще на 50%. Таким образом, после всего этого останется лишь 40 единиц урона. Другими словами, дополнительный слой покрова был почти таким же, как и основной слой адмиралтейского покрова, но его эффективность будет расти каждые 10 уровней. В таком случае оставался вопрос, что еще ему было нужно. Но это был еще не конец. Даже после того, как Лиюньму повысил свой адмиралтейский покров до 20 уровня, у него еще осталось 39 700 очков навыков. Сначала он потратил еще 13 000 очков на печать пятого измерения лука ворон подземного мира и довел число разрушенных вторичных печатей до 30. Что касается оставшихся 26 700 очков навыков, он потратил их на улучшение секретов медного тела этого защитного навыков класса. 11 уровень 1000 очков навыков, 12 уровень 2000 очков навыков, 13 уровень 3000 очков навыков, 14 уровень 4000 очков навыков, 15 уровень 5000 очков навыков, 16 уровень 6000 очков навыков. После того, как Лиюньму улучшил этот защитный навык до 16 уровня, он оценил, что сможет противостоять атаке в полную силу от флюксера с серебряным кристаллом. В этот момент даже сам Лиюньму не знал, насколько грозной стала его защита. Не говоря уже о том, что у него был еще и свой небесный мир, его последняя линия обороны, которая могла поглотить полноценную атаку от флюксера на начальной стадии золотого кристалла. Ну что ж, я позволю вам всем испытать, что является истинной непревзойденной защитой. Я также дам вам понять настоящий ужас столкновения более чем сотни воронов подземного мира, которые способны заставить сбежать даже флюксера с радужным кристаллом. Потратив большую часть своих очков навыков, Лиюньму больше не медлил и сразу же покинул пещеру и отправился в горный район, где была еще менее открытая и более запутанная среда. Он повел трех теней, используя шаг насекомого. Из-за этого они все были похожи на насекомых. Их скорость, поза и направление движения часто менялись вместо того, чтобы оставаться постоянными. Иногда они замедлялись, иногда резко ускорялись, иногда даже казалось, что они телепортировались. В одно мгновение они оказывались в десятках метров впереди. Когда Лиюньму использовал шаг насекомого пятого уровня, даже лучшие стрелки, известные как божественные лучники, были бы сведены с ума. Его скорость движения была чрезвычайно быстрой и изменчивой, где не было никакой четкой последовательности. Даже те движения, которые выходили за пределы возможностей человеческого тела, выполнялись Лиюньму, когда он использовал шаг насекомого. Движения в бок, рывки вперед, быстрые отступления, высокие прыжки, стремительные нырки вниз, все это теперь было возможно. После достижения пятого уровня, он мог использовать любые движения насекомых до предела. Если стрелки хотели его атаковать, не говоря уже об инстинктивных атаках, они даже на секунду сосредоточить на нем взгляд не могли. Лиюньму продолжил движение, возглавляя Тритяни. По пути они стреляли во всех направлениях, постоянно поражая низкоуровневых пространственных зверей. Пролитая кровь позволяла им призвать ворона подземного мира. Один человек и Тритяни. Они продолжали это делать, пока не призвали 120 воронов подземного мира. Они остановились на этом только потому, что это был предел для 30 снятых вторичных печатей на луке ворон подземного мира. Однако, Лиюньму на этом не закончил. После этого Лиюньму повел воронов подземного мира по горным лесам, чтобы накормить их. Везде, где проходила эта группа домашних питомцев Лиюньму, вне зависимости от того, был ли это пространственный зверь с серебряным или золотым кристаллом, они все быстро погибали и становились пищей для воронов подземного мира, которые набрасывались на них. За этим последовало большое количество очков опыта, очков навыков и дьявольской кровавой энергии. Кроме того, количество кристаллов потока в значке Лиюньму продолжало увеличиваться. Все 120 воронов подземного мира съели плоть большого количества пространственных зверей и временно прорвались к уровню серебряного кристалла. В этот момент Лиюньму прекратил кормить свои питомцев, чтобы поднять их культивацию. Он взмахнул рукой и все 120 воронов подземного мира исчезли без следа. Дело было не в том, что они были отправлены обратно в истинное Пятое измерение, а в том, что они вошли в небесный мир Лиюньму. Лиюн, Лифен и Литянь внезапно задрожали и тоже вернулись в тень Лиюньму. После того, как он завершил подготовку, Лиюньму выпустил крылья ветра и резко ускорился, покинув горный лес и появляясь в небе, его действия были похожи на то, будто он ударил по осиному гнезду. Это Лиюньму, он в небе, быстрее за ним. Ключ к тайной области древнего божества находиться у него. Вы можете износить железные сапоги в поисках чего-то, но также можете случайно наткнуться на потерянную вещь, даже не ища ее. Наше поместье лунного ветра захватит его. Лиюньму метался в разных направлениях, летая высоко в небе. Прошло не так много времени перед тем, как отряд высокоуровневых флюксеров, рыскавший в окрестностях, обнаружил что-то странное. Однако их группа была довольно небольшой. В нем было 8 флюксеров с серебряным кристаллом и 1 флюксер с золотым кристаллом. Все они пришли сюда, чтобы захватить Лиюньму. Они тщательно подготовились и даже знали о том, что у него было какое-то оборудование, позволяющее ему летать. Таким образом, эти 9 флюксеров подготовили набор доспехов, позволявший летать. Надо сказать, что это поместье лунного ветра хорошо вложилось, чтобы захватить Лиюньму. Они также имели некоторое влияние, иначе они бы никогда не осмелились вырвать еду и спасти тигра. Но они даже представить себе не могли с насколько ненормальным врагом они должны были столкнуться. Поместье лунного ветра? Что за дебильное название? Ну что ж, я позволю вам испытать поистине устрашающие стрелы этого дедушки. Стоя в небе, Лиюньму на мгновение закрыл глаза. Его 5 пальцев растопырились, разом выпуская целый залп стрел, нацеленных в этих людей. Это была не парочка одновременно выпущенных стрел, а сразу 6. Эта атака была сделана с использованием сразу 6 стрел. 9 флюксеров из поместья лунного ветра еще не закончили праздновать, когда вдруг почувствовали стремительное приближение убийственного намерения. 6 смертоносных стрел одновременно. Как такое возможно? Глава 152. Глава 152. Убийство ради денег 6 смертоносных стрел? Этот Лиюньму обладает действительно выдающимися навыками стрельбы из лука, но к сожалению, его культивация слишком низкая. Усмехнулся флюксер с золотым кристаллом. Золотая энергия потока вырвалась из его тела. В конце концов, другая сторона была всего лишь низкоуровневым флюксером. Даже если он обладал выдающимися навыками, это ничего не значило. Флюксер с золотым кристаллом хотел, чтобы он испытал, каким было неравенство между флюксерами со слишком большой разницей в культивации. В следующее мгновение в руках лидера появились два клинка, и его энергия клинка вырвалась наружу, столкнувшись лоб в лоб с шестью смертоносными стрелами, выпущенными Лиюньму. Сломайся. Бам. Энергия клинка и стрелы столкнулись, создавая взрыв в небе. Флюксер с золотым кристаллом был вынужден отступить на несколько шагов, в то время как стрела была разрезана на две части. Однако, к нему уже приближалась вторая стрела. Цвет лица этого флюксера изменился за долю секунды. Нехорошо, как эти стрелы могут быть такими ужасающими. В этот момент он осознал, насколько сильно он ошибся. Обычно, стрелы из энергии потока, выпущенные низкоуровневыми флюксерами, не были настолько грозными. Это был первый раз, когда он столкнулся с чем-то подобным, а также его последний раз. Шесть стрел Лиюньму были смертоносными не просто так. Первая стрела может и была уничтожена противником, но вторая разбила его энергию клинка, а третья тяжело ударила по его броне, взорвавшись энергией молний, которая пробила брешь в его броне. Четвертая стрела последовала прямо за ней и ударила непосредственно в то же самое место, что и предыдущая, разрушая его броню. Пятая стрела попала уже непосредственно в его плоть, отправив в его тело энергию молний. Из-за энергии молний в стреле, его органы мгновенно превратились в уголь. В этот момент прилетела последняя стрела. Тело противника мгновенно взорвалось из-за чрезвычайно сжатой энергии потока в стреле. Из-за того, что шесть стрел летели одна за другой, восемь флюксеров видели лишь то, как их командир на мгновение столкнулся с врагом, а в следующее мгновение уже взорвался, раскидывая во все стороны ошметки плоти и крови. Мертв, высокоуровневый флюксер, который сконденсировал золотую кристальную броню, был мгновенно убит противником. В голове у всех стало пусто, когда они, наконец, пришли в себя, мысли о поимке Ли Юньму исчезли без следа. В данный момент они думали лишь об одном, как сбежать. Даже флюксер с золотым кристаллом не смог устоять против шести смертоносных стрел Ли Юньму. Тогда какие были шансы у флюксеров с серебряным кристаллом? Бегите, все в рассыпную и бегите. Было неясно, кто сказал это, но как только прозвучали эти слова, 8 флюксеров, которые уже и так были напуганы до смерти, без всяких колебаний рванули в разные стороны. Некоторые из них развернулись и помчались в противоположном направлении, в то время как те, кто был умнее, отключили свой экзоскелет, использующийся для полетов, и рухнули вниз, надеясь сбежать под покровом леса. Но никто из них не смог убежать, уже слишком поздно, чтобы думать о побеге. Усмехнулся Ли Юньму, глядя на тщетную попытку побега. Он снова закрыл глаза и разжал пальцы, выпуская стрелы во врагов. Имея дело с флюксерами с серебряным кристаллом, Ли Юньму не нужно было тратить слишком много смертоносных стрел, достаточно было одной. Как только он подумал об этом, он выпустил стрелу, наполненную энергией молнией, которая устремилась к флюксеру с серебряным кристаллом, который летел прочь по небу. Эта стрела, казалось, рассчитывала изменение направления траектории полета этого человека, потому что вне зависимости от того, сколько он петлял, в конце концов, стрела все равно его настигла. После этого последовал взрыв, похожий на фейерверк в небе. Второй, что означало достижение шестого уровня мастерства стрельбы из лука. Это означало не только то, что он мог выпустить сразу шесть стрел в одно мгновение, но и то, что энергия потока каждой из них будет доведена до предела. Даже если Ли Юньму обладал лишь самой ничтожной обычной энергией потока, этого было достаточно. И это даже не беря в расчет энергию молний, которая считалась самым разрушительным типом энергии. Мгновенное убийство. Да, Ли Юньму, возможно, и потребовалось шесть стрел, чтобы убить флюксера с золотым кристаллом, но для этих флюксеров с серебряным кристаллом ему достаточно было использовать одну. На самом деле, когда он был в башне славы, он рассматривал всех пространственных зверей с серебряным кристаллом лишь как пушечное мясо. Тогда что тут говорить об обычных людях, чьи физические тела были в десятки раз слабее. Вторая, третья, пятая, восьмая стрела. В мгновение около Ли Юньму натянул несколько стрел подряд, выпуская их без малейшего колебания. Ему даже не нужно было видеть свои цели. Все, что ему нужно было сделать, это тщательно прочувствовать тонкие изменения в окружающей среде ветре, и этого было достаточно для него. Он выпустил восемь последовательных стрел, попав даже в самого быстрого из этих флюксеров, который скрылся в лесу и уже убежал более чем на два километра. На самом деле он был убит только потому, что не успел выйти за пределы эффективной дальности стрельбы Ли Юньму, которая составляла три километра. Последняя стрела нашла его, словно обладала собственными глазами, устремляясь прямо на него. Как такое возможно, как он может стрелять на такое большое расстояние? Это была последняя мысль в голове этого флюксера. Эффективная дальность поражения стрел Ли Юньму действительно составляла три километра, что было результатом того, что он снял 30 вторичных печатей с лука ворон подземного мира. В ином случае, это оружие не было бы достойно называться оружием истинного седьмого измерения, оружием уровня мудреца. Ли Юньму не нужно было удалять дополнительные вторичные печати, чтобы лук показал свою грозную силу. Более того, стрела истинного видения, используемая при слепом выстреле, могла достичь врага даже в том случае, если он скрылся под покровом леса. Идите, соберите для меня их снаряжение и оружие. Тень Ли Юньму задрожала и разделилась на три части. Тени быстро пронеслись по полю боя. Все эти флюксеры с серебряным и золотым кристаллами, которые пришли сюда в большом количестве, чтобы захватить его, были слишком наивны. День Хозяин убил девять противников с более высоким уровнем культивации, получив таким образом 986 очков опыта и навыков. Кроме того, Хозяин также поглотил 309 очков дьявольской кровавой энергии. День, хотя Хозяин убил восемь флюксеров с серебряным кристаллом и один флюксер с золотым кристаллом из-за несоответствия среды, 3600 космических элементов рассеялись. День, поскольку Хозяин впервые убил флюксера с золотым кристаллом, с противника выпала пространственная коробка. После того, как битва закончилась, несколько уведомлений появилось в море сознания Ли Юньму. Что? Почему я получил так много очков опыта и навыков после убийства людей? Даже выпала пространственная коробка. Ли Юньму был одновременно поражен и обрадован. Он вспомнил, что когда он убил Хау, он получил всего чуть больше 12 очков опыта и навыков, которыми мог полностью пренебречь. Но сейчас он убил менее 10 человек, но заработал почти 1000 очков опыта и навыков. Но самым ценным призом была пространственная коробка. Ли Юньму не ожидал, что убийство высокоуровневых флюксеров в первый раз неожиданно подарит ему пространственную коробу. Жаль только, что 3600 космических элементов полностью рассеялись. Лишь когда вы сражаетесь с формами жизни из истинного пятого измерения или флюксерами, которые превосходят вас более чем на три ранга, получаемые очки опыта и навыков умножаются на разницу между культивацией противника и вашей, спокойно ответила система. Ли Юньму сделал грубые подсчеты. Доход с каждого флюксера с серебряным кристаллом умножался на три, а с флюксера с золотым кристаллом на четыре. Сложив все вместе, доход действительно должен был приблизиться к тысяче. Вскоре, три тени вернулись назад, зачистив поле боя. Ли Юньму открыл свой значок хранилища, и внутри оказалось более 30 единиц экипировки и оружия, качество которого варьировалось от СДА-класса. Ли Юньму был рад, что флюксер с золотым кристаллом использовал боевой клинок А-класса. Это была огромная награда. Неудивительно, что с древнейших времен одним из самых эффективных способов разбогатеть были убийства людей и грабеж. Однако, в данный момент все внимание Ли Юньму было сосредоточено на пространственной коробке, которая сейчас покоилась в его значке хранилища. Пространственная коробка, достать ее было нелегко, но он, наконец, получил ее. Глава 153. Глава 153. Секреты очищения костей дьявольского дракона. Внезапно Ли Юньму что-то почувствовал, и его взгляд сместился к горизонту. В то же время, система выдала уведомление, пространственный глаз был обнаружен в окрестностях и сейчас приближается к хозяину. Очевидно, что звуки сражения привлекли внимание устройства, используемого для мониторинга, которые были предметом синтеза пространственных артефактов и современных технологий. Он принадлежит ассоциации флюксеров? Нет. Похоже, что он принадлежит какому-то частному лицу. Система уже расшифровала их сигнал. С этого момента связь звездного коммуникатора хозяина с основной сетью восстановлена. Отлично. Подключись к основной информационной сети и найди всю информацию, связанную со мной. Отсортируй полезные сведения и отбрось бесполезные. Проинструктировал Ли Юньму. После подключения к пространственному глазу он легко смог получить доступ к официальным сетям. Как только Ли Юньму уничтожил отряд высокоуровневых флюксеров, посланных поймать его, он немедленно сложил крылья ветра и спустился на землю, где начал искать подходящее место, чтобы спрятаться. Наконец Ли Юньму достал яйцо гигантского жука, которое он получил в башне славы, и капнул на него каплю крови. Яйцо тут же начало трескаться и из него выпал с черный жук, размером с автомобилей большими клешнями. Этот жук принадлежал к виду жуков из истинного пятого измерения. Хотя он обладал силой всего лишь серебряного кристалла, но он обладал двумя замечательными свойствами. Во-первых, он легко копал землю. Он мог очень быстро выкопать тоннель под землей, даже если поверхность была каменной. А второй его способностью была врожденная защита. Его толстый панцирь был столь крепок, что мог сравниться с защитой радужной кристальной брони флюксеров. Однако из-за того, что тело насекомого было чрезвычайно большим и громоздким, этот огромный жук имел угрожающий вид, но не мог ему соответствовать. Система рекомендовала приобрести его именно из-за этих двух свойств. Когда Ли Юньму выпустил жука, естественно, что он хотел использовать одну из его особенностей. Иди, начинай копать. Мне нужно место, чтобы спрятаться. Мысленно приказал Ли Юньму. Большой жук немедленно приступил к делу и уже через полминуты тоннель был в сотни метров глубиной. Еще больше Ли Юньму поразило то, что этот жук мог чрезвычайно быстро копать землю и с помощью восьми своих ног выталкивать землю назад и перекрывать проход позади себя. В данный момент Ли Юньму был в сотни метров под поверхностью земли, а проход, через который он пришел, уже был заполнен землей. Таким образом, даже пространственному глазу с удивительными способностями к наблюдению будет не так просто быстро его обнаружить. После этого Ли Юньму исчез, оставив позади три тени, чтобы они защищали точку выхода, пока он был в небесном мире. Пространственная коробка. Пространственная коробка уже была в его руках. В прошлом, к нему в руки уже дважды попадала такая коробка. В первой был адмиралтейский покров, а во втором чрезвычайно грозный штормовой пинок бога ветра. Что даст ему эта пространственная коробка? Ли Юньму был полон предвкушения. Не говоря ни слова, он медленно открыл крышку пространственной коробки. В тот же миг вспыхнул ослепительный золотой свет, который заполнил все вокруг, после чего внутри появился золотистый шар с навыком культивации. Поздравляю хозяина, вы получили метод культивации А-класса «Секреты очищения костей дьявольского дракона». Это весьма грозный метод культивации очищения мышц и костей. Если довести навык до предела, мышцы и кости в вашем теле станут столько же крепкими и несокрушимыми, как у дьявольского дракона, а ваши мышцы будут обладать взрывной силой дракона. Вы хотите потратить 10 очков навыков, чтобы изучить первый уровень секретов очищения костей дьявольского дракона? Все тело Ли Юньму внезапно задрожало. Эта вещь действительно была достойна называться невероятной пространственной коробкой, вещью, созданной системой, которая давала ему то, в чем он больше всего нуждался. С самого начала Ли Юньму не хватало первоклассного метода культивации, который мог бы помочь с тренировкой внутренних органов. А теперь он получил секреты очищения костей дьявольского дракона. Хотя он все еще не мог укрепить свои внутренние органы, он мог не только улучшить свои кости и мышцы, но и увеличить его физическую силу. Если бы у Ли Юньму был выбор, это был бы его первый выбор. Получив его сейчас, он едва не взорвался от возбуждения. Система, что это за существо, дьявольский дракон? Ли Юньму уже вернул книгу монстров Люнаутзи, но у него все еще была отсканированная версия книги. Дьявольские драконы – это существа, которые обладают родословной дракона. Согласно человеческой классификации, это человекоподобные монстры. Они обладают чрезвычайно крепким физическим телом, мощной родословной экстраординарной силой и обладают броней дьявольского дракона. Они гуманоидная форма жизни, которая обладает мощным физическим телом. Сила взрослого дьявольского дракона не может быть ниже, чем у мастера потока темпорального уровня. Плоть некоторых сильных индивидуумов может сравниться по силе с мудрецами потока. Если развить навык до предела, физическое тело хозяина не будет уступать в силе мудрецам потока. Прошу хозяина упорно работать. Потрясающе! Ли Юньмо внезапно заметил, что в каждой пространственной коробке были навыки культивации как минимума класса. И похоже, что эти навыки были даже более грозными, чем те, которые он получал за космические элементы. Зачем ждать, давай культивировать. Первый уровень, второй, пятый, десятый. Ли Юньмо на одном дыхании потратил 550 очков навыков, чтобы довести секреты очищения костей дьявольского дракона до первой важной границы. Раздался треск, который исходил от всех его костей и мышц. Последние расширились под воздействием какой-то неведомой силы, становясь все более жесткими и прочными, в то время как плотность его костей значительно возрастала. В то же время, Ли Юньмо чувствовал, будто он тонет из-за быстрого увеличения веса его тела. Это было вовсе не потому, что он становился толще, а скорее потому, что его костная масса увеличивалась и плоть двигалась вперед. Рост Ли Юньмо также увеличился на 3 сантиметра, достигнув 181 сантиметра. Ему казалось, что в его теле скрывается огромная сила, готовая взорваться. Он был почти уверен, что его кулак может разбить небеса, а удар ногой, землю, грозный, чрезвычайно грозный. Это было врожденно грозное физическое тело. В этот момент сила физического тела Ли Юньмо была не намного ниже, чем у мастера потока, даже если он развил свой новый навык только до 10 уровня. Естественно, обладание таким прочным телом еще не означало, что он мог сражаться с мастерами потока. Тем не менее, у Ли Юньмо теперь было глубокое ощущение, что даже если ему придется сражаться с величайшей силой пятого измерения, флюксерами с радужным кристаллом, ему не нужно будет унывать. Это было не просто ощущение в его сердце, а реальная уверенность, которая исходила из-за взрывного увеличения его силы. День, поздравляю хозяина. Вы развили секреты очищения костей дьявольского дракона до 10 уровня и получили первую способность, называемую костяной броней. Однако, эта костяная броня не может быть повышена до следующего уровня. Сила этой способности будет увеличиваться по мере развития навыка секреты очищения костей дьявольского дракона. Глава 154 Глава 154 Источник легких денег Костяная броня дьявольского дракона Что это такое? У нее более сильная защита, чем у моих кристальных доспехов. Хозяин ошибается. Эта костяная броня может быть создана только внутри вашего тела, действуя как самая последняя линия обороны, которая защищает ваши внутренние органы. Причина, по которой дьявольские драконы могут сражаться против мудрецов потока, полагаясь на свое физическое тело, заключается в том, что их костяная броня может защитить их внутренние органы. Объяснила система, внутренняя костяная броня, Ли Юньму даже не предполагал, что эта броня может быть внутренней, но теперь он понял, что эта броня защитит его самое слабое место, его внутренние органы. Таким образом, его защита станет еще более грозной, в таком случае, чего он ждал, он должен был собрать как можно больше защиты. Таким образом, Ли Юньму подтвердил получение новой способности, однако, сразу после этого наступил период поистине несравненных страданий. Боль, будто его тело разрывали на части, невероятно сильная боль, Ли Юньму чувствовал, что был на грани смерти. В это время, если бы он осмотрел свои внутренности, он бы заметил слой костяной брони, растущей вне его грудины. У людей было всего 20 ребер, и в этот момент все ребра Ли Юньму быстро расширялись, чтобы покрыть сердце, легкие, селезенку, печень и другие слабые внутренние органы человеческого тела, плотно покрывая их со всех сторон. Даже пространство между ребрами было заполнено. В этот момент, даже если тело Ли Юньму будет пронзено копьем, там будет слой костяной брони, который убережет его. Помимо набора доспехов из костей дьявольского дракона, появившейся в его груди, был также слой костяной брони вокруг его мозга. Поскольку голова была самой важной частью организма, естественно, что и броня там была самая толстая. Ли Юньму не знал, как долго он страдал. Иногда ему казалось, что прошло уже очень много времени, а иногда, что прошло всего мгновение. Все, что он сейчас знал, что его тело было покрыто огромным количеством пота, будто он только что вылез из озера. К счастью, эта гребанная костяная броня, наконец, была сгенерирована. Таким образом, защита Ли Юньму достигла беспрецедентного уровня. Его последнее слабое место было устранено. Неудивительно, что физическое тело дьявольского дракона было таким тираническим. Надо сказать, что секреты очищения костей дьявольского дракона, полученные Ли Юньму из пространственной коробки, были чрезвычайно впечатляющими и превзошли его ожидания. Он крепко сжал кулак, чья сила была подобна артиллерийскому снаряду, и сильно ударил им по земле в своем небесном мире. Под кулаком немедленно образовалась большая яма. Мало того, что прочность мышц и костей значительно увеличилась, но и его физическая сила значительно возросла. В настоящее время один его кулак обладал силой в одну тонну, а может и больше. Ли Юньму был уверен, что даже без энергии потока, один его кулак может уничтожить флюксера с серебряным кристаллом. Это была сила секретов очищения костей дьявольского дракона. Система, сколько времени я культивировал секреты очищения костей дьявольского дракона. Прошло совсем немного времени, всего час. А что насчет информации, которую я сказал тебе собрать? Большая часть из этого абсолютно бесполезная информация. По приблизительным оценкам, существует около 256 независимых сил центрального континента, которые отправили примерно 1600 флюксеров с серебряным кристаллом или выше в гарнизон заходящего солнца. Так много, только ради меня, Ли Юньму почувствовал, как будто горечь его жизни закончилась и началась сладость. В этот момент его настроение было очень хорошим, и когда он заговорил, в его голосе слышалось возбуждение. 256 сил и 1600 флюксеров, что каждая сила отправила по меньшей мере 6 человек. Задействовать так много флюксеров лишь для захвата одного человека, это было беспрецедентное событие. Фактически, новости о том, что многие силы центрального континента отправили за ним свои силы, уже взбудоражило весь континент. В каждом городе и каждом регионе, как онлайн, так и оффлайн букмекерские конторы уже открыли ставки на исход этой грандиозной охотничьей операции. Среди букмекерских контор была крупнейшая букмекерская организация на центральном континенте, которая уже начала предлагать ставки на то, как долго продержится Ли Юньму. Система рассказала обо всем этом Ли Юньму. Его глаза загорелись, и он вдруг почувствовал, что ему не совсем не повезло. Вместо этого, он наткнулся на огромную возможность. Система, какие ставки предлагают три крупнейшие букмекерские компании центрального континента. Они предлагают довольно много ставок. У них есть ставки на то, как долго вы продержитесь. В этой ставке можно выбрать время самостоятельно. Самый большой показатель – три дня, где коэффициент составляет 1.36. 1.36? Что за херня? Похоже, эта компания хочет обанкротиться. Когда Ли Юньму услышал о ставках, по его телу пробежал холодок. Он не стал спрашивать систему о других деталях и просто отправился в мир виртуального измерения и прибыл в крупнейшую букмекерскую компанию центрального континента. После тщательного изучения он понял, что слова системы действительно не были ошибкой. Другая сторона действительно открыла ставки всех видов и размеров, сосредоточившись на вопросе его поиска и захвата. Среди них была ставка с самым высоким коэффициентом, о которой ему говорила система. Ставка была на то, попадет ли он в плен в течение трех дней или нет. Коэффициент был 1.36. Однако, даже если это было так, Ли Юньму видел, что число людей, принявших эту ставку, было совсем небольшим. Среди флюксеров центрального континента на него поставили все 27 человек, причем общая сумма составляла меньше 300 тысяч пространственных монет. Другая ставка, которая была безумно популярной, была на то, сможет ли Ли Юньму продержаться до сегодняшнего вечера. Какого черта, чего я жду. Это гораздо более просто способ заработка, чем охота. Ли Юньму мгновенно был взволнован. Он мог заработать 1-2 миллиарда после охоты на петушиных драконов в течение одной ночи, что требовало от него огромных затрат сил и энергии. С другой стороны, эта азартная игра была намного легче по сравнению с охотой на монстров. Но Ли Юньму не торопился делать ставки. Вместо этого, он попошел во вторую по величине букмекерскую компанию и проверил предлагаемые там ставки. Очевидно, что три крупнейшие букмекерские компании центрального континента достигли какого-то соглашения о ставках, предлагаемых на этот раз. Крупнейшая букмекерская компания предлагала ставки на то, как долго Ли Юньму сможет продержаться. Вторая по величине букмекерская компания открыла ставки на то, сколько флюксеров высокого уровня убьют ученики секты ли перед тем, как их поймают. Варианты были от 1 до 1 тысяча. Ли Юньму не стал проверять все ставки и обратился непосредственно к 1 тысяча убитых. Коэффициент был 1 300. Видя количество людей, делающих ставки на этот вариант, Ли Юньму не мог даже улыбнуться. Удивительно, но не было ни одного человека, который рискнул бы сделать эту ставку. Проклятие. Неужели никто в меня не верит? На самом деле, даже сам Ли Юньму не осмелился бы делать такую ставку, потому что цифра была слишком большой. Даже если он возьмет инициативу в свои руки, это все равно может оказаться ему не по зубам. Главная проблема все еще была в том, что он был один. Если эти люди начнут разбегаться, как ему всех поймать? Таким образом, он снизил свои аппетиты и обнаружил ставку, что он убьет 100 человек, где коэффициент был 1 42. Это отличалось от убийства 1 тысяча человек, потому что некоторые люди рискнули сделать эту ставку. Их было примерно 20 человек. Глава 155. Глава 155. Жизнь – это азартная игра среди этих 20 человек. Ли Юньму заметил несколько знакомых имен, таких как Чу Цин Юй. Или, какого дьявола? Тан Жачинь. Что, простите? Се Цэнь Сюэ. Да что за херня здесь творится? Он еще мог понять несколько предыдущих имен, поскольку они были знакомы. Но эта Се Цэнь Сюэ была гордой дочерью небес, которая обладал врожденным талантом высшего класса. Они никогда не встречались, так каким же образом она определила, что он был способен убить 100 человек. Ли Юньму не стал задерживаться и вскоре отправился в третью по величине букмекерскую компанию. Ставки там были довольно странными. Ставка была лишь одна и это был вопрос о том, кто захватит Ли Юньму. Сила, на которую чаще всего ставили, была семьей Лу из города Исполинского льва. Семья Лу? Семья Лу из города Исполинского льва? Что это за сила такая, которая может обойти даже лорда-мудреца из ассоциаций флюксеров небесного облачного города? Озадачина спросил Ли Юньму. Отвечаю хозяину. Город Исполинского льва является одной из 20 главных цитаделей столицы рассвета. Он более могущественен, чем город небесного дракона. Кроме того, у семьи Лу есть мастер-укротитель зверей, который может контролировать Исполинских львов. Эти звери чрезвычайно свирепы и обладают сильными способностями к выслеживанию, поэтому нет ничего удивительного в том, что на них так много ставят, четко ответила система. Вся эта информация была добыта системой из звездной сети. Исполинские львы были породой свирепых пространственных зверей из пятого измерения. Они обладали золотым кристаллом, и все же семья Лу смогла приручить их в качестве своих питомцев. Неудивительно, что люди делали на них свои ставки. Услышав это, Ли Юньму только усмехнулся. В конце концов, за исключением флюксеров с радужным кристаллом, в пятом измерении ему не нужно было больше никого опасаться. Независимо от того, использовали они исполинских львов в качестве питомцев или у них были какие-то другие трюки в рукаве, если они осмелятся прийти, их ждет лишь смерть. Получив информацию о ставках, организованных тремя крупнейшими букмекерскими компаниями, Ли Юньму не стал задерживаться. Он направился прямиком к павильону хороших новостей. Когда старик увидел Ли Юньму в третий раз за последние несколько дней, его лицо мгновенно посветлело. Он никак не ожидал, что в этот критический момент, когда за ним охотились все силы центрального континента, он все равно осмелится прийти в мир виртуального измерения. Самообладание этого юношей уже выходило за всякие рамки нормального. Старик, у меня еще кое-какие предметы на продажу, но у меня не так много времени, поэтому быстро называй цену. Ли Юньму не стал продолжать формальные приветствия и направился прямиком на задний двор. Он махнул рукой и перед стариком появились два живых петушиных дракона, которые обладали силой 39 уровня, а также 9 видов оружия разного класса. Старый торговец был хорошо осведомлен о положении юноши, поэтому не стал тратить время на болтовню и сразу начал оценивать предметы. Два петушиных дракона были проданы по первоначальной цене в 65 миллионов за голову. Все вместе это было 130 миллионов пространственных монет. Что касается боевого клинка А-класса, то старик долго его оценивал, прежде чем, стиснув зубы, дал цену в 70 миллионов. Затем он внимательно наблюдал за выражением лица Ли Юньму и попытался выяснить, что цена не подходит, не то, чтобы ты был неискренен, но этой суммы все равно недостаточно. Вздох Ли Юньму едва не заставил старика кашлять кровью. Больше 200 миллионов, но этого все равно было недостаточно. Какая же в таком случае сумма будет достаточной для этого молодого человека? Если тебе срочно нужны деньги, я могу дать еще 300 миллионов из павильона хороших новостей. Раньше я мог бы предоставить больше, но после вчерашней ночи, когда я купил у тебя петушиных драконов, мы тоже относительно стеснены в средствах, сказал старик, глядя на Ли Юньму сверкающими глазами. На каком условии? Ли Юньму на мгновение вздрогнул, а потом начал смеяться. Старик, только не говори мне, что ты не боишься, что я умру в следующий миг и твои 300 миллионов обратятся в пепел. Ха-ха, учитывая твою самоуверенность и тот факт, что ты сейчас в мире виртуального измерения, я уверен, что младший брат сможет пережить это бедствие. Старик слегка рассмеялся. У моего павильона хороших новостей нет никаких условий, мы лишь желаем дружбы с Ли Юньму. Серьезная авантюра. Ли Юньму хотел сделать ставку, но и старик хотел сделать свою ставку. Ли Юньму хотел воспользоваться этой возможностью для своего продвижения вперед, а старик хотел создать подушку безопасности для своей семьи. Ли Юньму, наконец, понял, что никого нельзя недооценивать. Он задумался на мгновение, а затем кивнул головой, соглашаясь, если это не будет противоречить моим принципам, я согласен. Тогда по рукам. Старик прищурился на секунду, а затем сразу же перевел на счет Ли Юньму средства. Ли Юньму никак не ожидал, что сможет так быстро получить такую большую сумму денег. После того, как 500 миллионов пространственных монет были переведены на его счет, он снова отправился в три крупнейшие букмекерские компании. Он очень быстро создал анонимный счет и сделал беспрецедентные ставки, разделив 500 миллионов пространственных монет между тремя крупнейшими букмекерскими компаниями. Однако, примерно 60 миллионов пространственных монет так и остались неиспользованными, потому что он достиг максимума возможных ставок во всех трех конторах. Впрочем, это не имело значения, потому что сумма в 470 миллионов уже была достаточно велика. Ли Юньму не хотелось искать другую букмекерскую компанию, которая имела плохую репутацию и не пользовалась доверием общественности. Закончив все дела, он тут же покинул мир виртуально измерения и вернулся в пещеру, которая находилась в сотне метров под землей. Он молча развел костер, чтобы поджарить немного мяса. Сейчас для него было слишком рано становиться охотником. Ему нужно было дождаться наступления ночи. Только под покровом ночи три его тени могли помочь ему в бою, используя всю свою силу. Кроме того, только ночью все флюксеры, которые сейчас искали его, устанут и достигнут его горной гряды. В это время, даже если они захотят сбежать, они не смогут этого сделать. Если лев сражается с кроликом, он все равно должен использовать всю свою силу. Не говоря уже о том, что врагов Ли Юньму насчитывалось 16 сотен флюксеров высокого уровня, каждый из которых представляет какую-то крупную силу или клан, стоявший за ним. Лишь не бессознали, какими необычными сокровищами обладали эти семьи. Насколько он знал, у некоторых флюксеров могло быть даже оружие мудреца. Ли Юньму не смел недооценивать своих врагов, но под покровом ночи именно он и его тени были настоящими хозяевами положения. После минуты молчания система сказала, «Хозяин, вы не должны недооценивать врага». Согласно предположениям системы, созданных на основе собранных данных, поскольку три букмекерские компании осмелились сделать такие ставки, в критический момент они попытаются вмешаться, чтобы проконтролировать исход этой войны. Я с самого начала предположил это. Ли Юньму прекрасно знал, какими силами обладали три крупнейшие букмекерские компании. Крупные игроки, которые держат в своих руках этот бизнес, обладали огромным опытом. За этими компаниями стояли крупнейшие кланы центрального континента, правящие тремя королевскими городами. Если произойдет что-то неожиданное, они наверняка отправят кого-нибудь, чтобы позаботиться о ситуации. Ли Юньму кивнул, но ничего не сказал. Атмосфера в пещере стала несколько мрачной накануне этого беспрецедентного сражения, прогнав прежние спокойствия. Каждая минута и секунда тянулись крайне медленно, пока цвет неба не начал медленно темнить. Глава 156. Глава 156. Прибытие смерти наступила ночью все окутала темнота, до такой степени, что нельзя было рассмотреть собственных рук. В пятом измерении не было никакого лунного света, но в пределах гарнизона заходящего солнца все еще было много флюксеров, которые продолжали поиски Ли Юньму. Сначала крупномасштабные операции по поиску и захвату Ли Юньму прошло больше 10 часов. Тем не менее, высокоуровневые флюксеры до сих пор не нашли никаких следов Ли Юньму. Была одна зацепка, которая предполагала, что Ли Юньму все еще находится в пределах нескольких сотен километров от горного хребта заходящего солнца. Ранее, пространственный глаз успел в последний момент уловить его след. Но что еще более важно, распространились новости о том, что была уничтожена группа флюксеров из поместья лунного ветра. Из-за этого моральных дух многих флюксеров получил серьезный удар. Отряд, состоящий из 8 флюксеров с серебряным кристаллом и одного флюксера с золотым кристаллом, был полностью уничтожен. Этот инцидент поставил всех в состоянии повышенной боевой готовности во время поиска Ли Юньму. Никто не смел снижать бдительность и даже на секунду. Его больше не считали простым флюксером с обычным кристаллом, потому что он был особенным. Естественно, было много высокоуровневых флюксеров, которые выражали свое презрение к нему. Они просто не могли поверить, что боевой силы низкоуровневого флюксера было достаточно, чтобы уничтожить группу высокоуровневых флюксеров. Известие о том, что отряд поместья лунного ветра был уничтожен, заставило их в лучшем случае поверить, что они попали в ловушку каких-нибудь товарищей, ничего больше. Однако, поскольку пространственный глаз запечатлел изображение Ли Юньму, доказывая, что он все еще находится в этом регионе, это значительно облегчило охоту. Отряды, посланные силами разных городов, использовали свои методы выслеживания и поклялись, что найдут местонахождение юноши. Была также причина, по которой отряды всех этих сил работали так усердно. Большие награды. Поскольку за поимку Ли Юньму было предложено очень многое, это заставило многих людей присоединиться к охоте. Среди этих храбрых и способных людей был отряд из пяти человек, который рыскал неподалеку от того месте, где Ли Юньму скрылся под землей. Сила каждого члена этого отряда была не очень высока, поскольку все они были на уровне серебряного кристалла. Но они прибыли сюда не в качестве основной ударной силы, а скорее в качестве разведчиков, которые хотели получить награду за нахождение следов Ли Юньму. Ненавижу эту работу. Джи Джи сообщила мне, что где-то в этом районе есть яма, которую недавно вырыли, сказал командир с блеском в глазах. Остальные четыре члена также не могли не почувствовать себя самодовольными. Они полностью доверяли словам своего лидера, потому что это существо было эволюционировавшей летучей мышью, чей вид был довольно редок в этом мире. У этого зверя была слабая боевая сила, но он был очень полезен при поиске. Один из членов отряда слегка наступил на недавно вскопанную землю и тихо спросил, это действительно ли Юньму и его группа? Определенно, кто еще станет рыть подобный туннель? Кроме того, кто пытается спрятаться, это здорово, мы должны немедленно сообщить об этом заказчику. Да, да, быстрее сообщите им об этом. Если распространятся новости о том, что мы нашли Ли Юньму, наша репутация взлетит до небес. В темноте члены группы ждали довольно долго, но они так и не увидели, чтобы их командир совершал хоть какие-нибудь движения. Тут они осознали, что что-то не так. Капитан, почему вы клонились вперед и уже столько времени не меняете позу? Спросил один из членов группы с намеком на страх, поднимающийся в его сердце. Но капитан, сидевший на корточках в дюжине метров от них, все еще оставался неподвижным. Говоривший вдруг испугался и поспешно окликнул своих товарищей по команде. Однако, все они оставались неподвижным, не говоря ни слова. Страх в его сердце разрастался все сильнее, когда он смотрел на своих товарищей, которые стояли неподвижно вокруг него. Не надо кричать, они пошли по следам бога охоты и уже отправились в иной мир. Они больше не вернутся. Кто ты такой? В одно мгновение сердце этого мужчины наполнилось ужасом. Человек, который может поднять твою репутацию до небес. Внезапно, тонкая рука схватила его за голову и слегка повернула. Треск. Послышался приглушенный треск и последний член отряда отправился следом за остальными. Отряд охотников летучей мыши был полностью уничтожен. Это был не единственный отряд, который был уничтожен сегодня ночью. Просто один из первых. Ли Юньму, видя Ли Юна и остальных, только что вышел из темноты. Пять человек, которые только что погибли, дали ему несколько сотен очков опыта и навыков. В то же время, их устройство слежения, которое имело значительную ценность, также попало в руки Ли Юньму. Он перенес все трофеи в свой небесный мир, включая все трупы. Он не хотел ничего оставлять на земле. Вскоре Ли Юньму и три его тени снова исчезли. После достижения 10 уровня секретов очищения костей дьявольского дракона, сила рук Ли Юньму значительно возросла. Теперь он мог убить флюксера с серебряным кристаллом столь легко, будто это была детская игра. В конце концов, кто начал рыскать по горному лесу, потому что сейчас была ночь, он повел три своих тени, продолжая убивать. В это время на официальном информационном табло крупнейшей букмекерской компании, многие флюксеры, следившие за новостями, внезапно вздрогнули. Они тупо уставились на экран, не в силах что-то подумать. На официальном информационном табло имена флюксеров, которые вели охоту за Ли Юньму, начали тускнеть одно за другим. Угасание и исчезновение имен означало, что флюксер умер. Поскольку букмекерская компания была подключена к официальному терминалу гильдии флюксеров, который отслеживал признаки жизни флюксеров с помощью значка, они могли в режиме реального времени получать информацию о погибших. Помимо подтверждения статуса флюксера и функции склада, значок флюксера имел еще одну важную функцию – мониторинг жизненной силы своего владельца. Таким образом, исчезновение имен участников, естественно, означало их смерть. Это произошло в горной цепи заходящего солнца, поэтому было ясно, кто был убийцей. Отряд поместья лунного ветра уничтожен. Отряд охотников летучей мыши уничтожен. Отряд охотников Адама уничтожен. Отряд семьи Таа уничтожен. Отряд учеников павильона Скрытого Дракона уничтожен. Отряд тысячи неповторимых долин уничтожен. Все до единого члена этих отрядов были выходцами из различных сил Центрального Континента. Некоторые из них были знамениты, а о других почти никто не слышал. В этот момент все они были тихо убиты один за другим, как будто они столкнулись с Богом Смерти. На самом деле, даже их трупы и любые следы их существования, казалось, исчезли. Все были подавлены, потому что никто не ожидал такого результата. В течение дня они все проклинали Льюнему, называя его трусливым цыпленком. В конце концов, его не видели весь день, потому что он спрятался так глубоко, что никто не мог его найти. Все эти люди, на которых он охотился, были высокоуровневыми флюксерами. На самом деле многие из них уже успели прославиться в пятом измерении, но ни один из них не смог вырваться из лап Бога Смерти. 47 флюксеров с серебряным кристаллом и 4 флюксера с золотым кристаллом. К настоящему времени Льюнему убил уже более 50 высокоуровневых флюксеров. Поскольку имена на информационной панели букмекерской компании продолжали исчезать, удушающие ощущения начала охватывать зрителей. Даже те силы и кланы, которые участвовали в этой операции, в этот момент замолчали. Ужасающее давление стиснуло сердца людей из больших кланов, которые участвовали в операции по захвату Льюнему. Глава 157 Глава 157 Чары в этот момент где-то в горном хребте заходящего солнца группа высокоуровневых флюксеров получила новости о том, что имена флюксеров начали исчезать с информационного терминала, который отслеживал жизненные показатели флюксеров. Исчезновение имен четырех флюксеров с золотым кристаллом было уроком, написанным кровью. Это удаление имен из списка было постоянным напоминанием всем охотникам, что их противник не был обычным низкоуровневым флюксером, а скорее был безумцем, который привлек внимание даже храма бога войны. Горный сокол Вы должны оставаться на чеку, противник чрезвычайно опасен и обладает способностью убивать даже флюксеров с золотым кристаллом. Его способности к сокрытию также весьма сильны. Не будьте слишком беспечными и постарайтесь не рисковать жизнью. Я понимаю, командир, но вам не нужно волноваться. В горный хребет заходящего солнца зашло более тысячи флюксеров. Он не сможет долго бегать. Однако, горный сокол еще не успел отключить свое устройство связи, когда внезапно увидел яркий луч света, приближающийся к нему издалека. Что это? В следующее мгновение, прежде чем он успел понять, что происходит, он почувствовал ужасающую силу, которая ударила по правой стороне его тела. Стремительное убийственное намерение атаковало его разум, и яростная энергия молний начала разрушать его внутренние органы. Горный сокол мгновенно вынул священную воду жизни из своего значка флюксера, но он уже потратил все свои силы и просто не смог открыть крышку бутылки. Эта бутылка, мерцая зеленым светом, выскользнула у него из рук и упала на землю. Горный сокол, вызываю горного сокола. Каково ваше нынешнее положение? Голос командира раздался из устройства связи, висевшего в ухе ученика, но в этот момент он уже не мог ответить. Он был уверен, что умирает, но все еще не мог понять, как убийца выстрелил в него с расстояния в несколько километров. В конце концов, сейчас была середина ночи, и он скрывался за деревом. Тем не менее, единственная стрела мгновенно убила его, этого флюксера с серебряным кристаллом, который находился на пике данного уровня. Он мог прорваться к золотому кристаллу в любое время. Треск, рядом послышался тихий звук, будто кто-то наступил на маленькую ветку. Мгновение спустя длинная тонкая рука внезапно подняла с земли бутылку со священной водой жизни. Ли Юньму не ожидал, что сокровище, которое он искал уже долгое время и которое он не нашел даже в башне славы, на удивление окажется в руках флюксера с серебряным кристаллом. Папа, твои ноги все же будут исцелены. Легкое волнение поднялось в сердце Ли Юньму и он быстро убрал священную воду жизни в свой значок флюксера. Затем он снова взмахнул рукой и перенес все снаряжения горного сокола вместе с его трупом в свой небесный мир. Однако, в этот момент Ли Юньму внезапно почувствовал, что его сердце забилось быстрее. Он подсознательно уклонился в сторону, но золотой луч из лучевой винтовки попал ему в грудь. Ли Юньму был отправлен в полет. Столкнувшись с множеством деревьев и сломав их, он растянулся на земле, задыхаясь. Ли Юньму, я наконец-то поймал тебя, горный сокол, прости, что опоздал. Флюксер в золотой кристальной броне, испускающий угрожающую ауру, устремился к нему издалека. Это был Байчиншань. Именно его горный сокол называл командиром. В прошлом году он был одним из десяти сильнейших в своем второстепенном городе, и его культивационная база была всего в одном шаге от уровня радужного кристалла. Благодаря этому он был великолепен в бою. Байчиншань не смог найти трупа горного сокола, поэтому он быстро направился к Ли Юньму, который потерял сознание. Пока он шел к нему, намек на возбуждение возник в его ледяном сердце. Ключ к тайной области древнего бога, потомок, который обладал родословной боевого мудреца, человек, которого преследовали более двухсот сил континента, все это теперь было его, Байчиншаня. Однако, в это время он внезапно почувствовал, что Ли Юньму, который ранее был без сознания, внезапно открыл глаза. Они мгновенно наполнились ужасным убийственным намерением. Мировой убийственный кулак, уничтожь его для меня. Кулак, который, казалось, содержал в себе целый мир, ударил в грудь Байчиншаня. Он изо всех сил попытался увернуться, но в кулаке Ли Юньму чувствовалась могучая сила целого мира. Таким образом, хотя из его тела вырвалась энергия потока, он смог сдвинуться всего на полдюйма. Мощнейший кулак тяжело ударил его по золотой кристальной броне, которая имела очень высокую прочность, и она треснула, словно стекло. Яростное убийственное намерение и энергия молнии вторглись в его тело после того, как он был поражен этим ударом, который, казалось, был способен сокрушить целый мир. Ты, что же ты за монстр такой? Это была последняя мысль Байчиншаня перед тем, как он рухнул. Да, в глазах Байчиншаня нынешний Ли Юньму ничем не отличался от монстра. Сила, заключенная в его кулаке, была слишком велика, и не была тем, чем он должен был обладать. Мало того, что его кулак был наполнен силой его физического тела, которая стала чрезвычайно сильной, он также содержал смертоносную энергию молний. И вдобавок ко всему, была еще сокрушительная сила мирового убийственного кулака. Количество мировой энергии, которую Ли Юньму мог использовать, уже достигло уровня атаки флюксера с золотым кристаллом. В обычной ситуации он бы не стал его использовать из-за страха раскрыть свою тайну. Однако, покойники не рассказывают секретов. Они лучше всех знали, как сохранить что-то в секрете. Байчиншаня мертв. На информационном табло букмекерской конторы в этот момент потускнело и исчезло имя Байчиншаня. Байчиншань мертв. Он погиб. Как такое возможно? Он был самым выдающимся представителем молодого поколения в семье Бай из города Небесного Сокола. Как он мог так внезапно погибнуть? Пораженные. Все вокруг вдруг почувствовали, как по их телам пробежал холодок. Один из истинной первой десятки второстепенного города прошлого года, чья боевая сила была настолько невероятной, что он мог сражаться против флюксеров с радужным кристаллом, неожиданно пал где-то в дикой местности в горном хребте заходящего солнца. Смерть Байчиншаня, казалось, сняла чары того, что никто не мог найти Ли Юньму, потому что вскоре на него вышла красивая и элегантная девушка, которая держала в руках устрашающие имперской копья и спокойно шла по лесу. Учитывая тот факт, что почти все знали о том, что здесь тихо умерли многие высокоуровневые флюксеры, а она осмелилась действовать в одиночку, было ясно, что у нее была огромная самоуверенность в себе. Внезапно она остановилась на месте, подняв ногу, чтобы сделать следующий шаг. Прямо в этот момент она увидела мерцающий луч света, который приближался к ней, собираясь пройти прямо сквозь нее. Шесть смертоносных стрел, мило, тонкие губы красивой и элегантной девушки слегка изогнулись вверх. Ее фигура мгновенно расплылась, и она сделала несколько ритмичных шагов, уклонившись от трех стрел. Четвертая стрела столкнулась с ее копьем, но энергия в копье не уменьшилась, и она ударила по пятой стреле. Лишь когда прилетела шестая стрела, девушка вернула копье и выставила его перед грудью, чтобы заблокировать стрелу. Бум! Стрела столкнулась с ее копьем, что привело к взрыву, который заставил девушку отступить на несколько шагов. Тем не менее, она уничтожила шесть смертоносных стрел. Очевидно, что она была очень сильной. В это время тень огромного дерева рядом с ней зарябила. Используя момент ее отступления, чтобы скрыть собственные движения, появился человек в черных кристальных доспехах, который нанес удар сверху, целясь в ее голову. Его боевой клинок, пронизанный черной энергией, излучал ледяную ауру. Вокруг него свернулся грозовой дракон, и хотя он еще не добрался до девушки, сильное убийственное намерение уже охватило все ее тело. Неистовый клинок. Ты один из учеников секты ли? Глава 158. Глава 158. Охотник становится добычей цзинь. Лифен атаковал по радужной кристальной броне на теле женщины. Первый удар не причинил ей вреда, но за ним последовал еще один, а потом еще один. Они обрушились на нее дождем, и все же, девушка продолжала спокойно орудовать своим копьем, постоянно отражая удары. Удивительно, но она не была подавлена последовательными ударами неистового клинка. Однако, вскоре выражение ее лица изменилось. Это было потому, что в какой-то неизвестный момент времени кто-то снова подкрался к ней, а затем напал сзади, используя неистовый клинок. Теперь она столкнулась с противником и спереди и сзади. Они оба постоянно использовали один и тот же навык, удары которого с каждым мгновением становились все тяжелее и быстрее. Давление на девушку мгновенно сильно возросло. Однако, даже при таком нападении она не чувствовала угрозы. Ли Юнь Мо был не один, с ним сражались еще и Ли Юн и Лифен. Они втроем объединили силы, чтобы разобраться с этой девушкой. В этот момент была выпущена еще одна стрела потока, наполненная энергией молнии, и ее сила заставила девушку отступить на несколько шагов. Большое количество энергии молнии вместе с холодной энергией и кровавой дьявольской энергией вызвали ощущение покалывания в ее теле. Безмерное сожаление зародилось в сердце девушки. Эти три человека к ее удивлению смогли создать беспрецедентную угрозу для ее жизни. Когда стрела попала в девушку, она не пострадала, но была вынуждена отступить на несколько шагов. Проблема была в том, что когда она это сделала, мощный удар пришелся ей в спину. Эта атака, казалось, содержала какую-то таинственную силу вихря, и была запущена четвертым нападающим, который обрушился на нее с неба. Откуда взялся четвертый? Откуда взялся четвертый человек, использующий неистовый клинок и штормовой пинок бога ветра? Это была последняя мысль в голове этой девушки. Спустя некоторое время Ли Юньму прибыл к месту сражения, держа в руках лук-ворон подземного мира. Наконец он смог ясно рассмотреть внешний вид этой девушки. Она была непревзойденной красавицей с выдающимся темпераментом. Именно из-за этих качеств она ни в чем не уступала Лин Шуан. В конце концов, она была 19-летней девушкой, которая смогла сконденсировать свои радужные кристальные доспехи. Она точно не была обычным представителем молодого поколения какого-то большого клана, потому что она держала в руках ужасающие имперское копье, которое явно было оружием истинного пятого измерения. К сожалению, она решила спровоцировать Ли Юньму, поэтому даже будь она первой красавицей на земле, а ее происхождение было столь же высоким, как и облака, он все равно должен был убить ее. В сердце Ли Юньму появился редкий намек на восхищение этой девушкой. Он забрал ее тело, а также имперское копье и отправил их в свой небесный мир. Эта девушка была по-настоящему могущественной. Однако это было не из-за ее культивационной базы, а из-за ее боевой силы и мастерства. Сражаясь с ней, Ли Юньму чувствовал себя так, будто вернулся в тот день, когда он сражался против Лин Шуан. Однако, к несчастью для нее, нынешний Ли Юньму был не таким, как раньше, когда он мог использовать неистовый клинок лишь второго уровня. К тому же, он был не один, их было сразу четверо. После того, как он избавился от девушки, большое количество высокоуровневых флюксеров устремилось к нему. В конце концов, она действительно не торопилась умирать. Система, сколько людей я уже убил. Хозяин убил уже 79 флюксеров с серебряным кристаллом, 11 флюксеров с золотым кристаллом и 1 флюксера с радужным кристаллом. Таким образом, всего убитых 91. Неплохо, еще немножко и будет 100. Ли Юньму спокойно кивнул и через мгновение быстро исчез, не оставив и следа. Дело было не в том, что он мог двигаться невероятно быстро, а в том, что он использовал подземный ход, созданный его питомцем. Уходя от места сражения, он должен был признать, что этот его новый питомец, которого он приобрел благодаря совету системы, оказался действительно полезным. Неудивительно, что его оставили в качестве награды в башне славы. На информационной панели потускнело и исчезло очередное имя. Этот случай заставил всех судорожно вдохнуть холодного воздуха. Ли Цинхун выкрикнул кто-то дрожащим голосом. Все флюксеры почувствовали себя так, словно в них ударила молния и земля перевернулась вверх дном. Ли Цинхун мертва, как она могла погибнуть. Какой-то новичок, который ничего о ней не знал, не удержался от вопроса, кто такая эта Ли Цинхун. Два года назад она была самой выдающейся ученицей секты Чиотянь. Ей было всего 19 лет, но небеса даровали ей талант высшего класса, поэтому секта Чиотянь рассматривала ее как ученицу, которая имела наибольшие шансы на достижение царства Мудреца Потока. Если бы она не покинула секту Чиотянь два года назад по неизвестной причине и не решилась остаться в пятом измерении для защиты, то она бы уже давно добралась до царства Мудреца Потока. Кто-то дал простое объяснение, но многие флюксеры-новички были шокированы. Эта девушка была слишком грозной. Врожденный талант высшего класса, позиция выдающегося ученика секты Чиотянь уровень радужного кристалла, независимо от того, под каким углом на нее посмотреть, она заставляла людей задыхаться от изумления. Если бы она погибла на земле, возможно, это не вызвало бы переполоха. Однако она погибла в пятом измерении, где она стояла на вершине пищевой цепочки благодаря своей силе. Кроме 12 цветных монстров королевского класса, кто еще мог противостоять ей? Но она была убита Ли Юньму. Возможно, Ли Юньму был не один, но было ли это так важно? Нет, это не имело значения. Она была до такой степени грозной, что ученики секты Чиотянь много лет не могли справиться с ней, но ее одолел один человек, которого звали Ли Юньму. 93, 97, 100 убийств. Все были в шоке от известия о смерти Ли Цинхун, но рука смерти Ли Юньму не остановилась. В течение коротких 10 минут потускнели имена и других высокоуровневых флюксеров. Все люди, которые внимательно следили за этой поисковой операцией, раз за разом чувствовали шок, особенно после смерти Ли Цинхун. Позже, еще один человек, который подавлял свое развитие и оставался в пятом измерении в течение двух лет, повелитель клинков Линь Цзянь, пал в горном хребте заходящего солнца. Только в этот момент некоторые люди, наконец, смогли отреагировать. Его просто невозможно было остановить, даже если на территории горного хребта заходящего солнца сейчас было огромное множество высокоуровневых флюксеров. Никто не мог подавить силу Ли Юньму. Он был непревзойденным в пятом измерении, подобно тому, как боевой мудрец стоял на вершине мира, не имея никого, достойного называться его противником. 100 убийств. Небеса. Этот анонимный человек, поставивший 200 миллионов на убийство 100 человек, не должен быть Ли Юньму. Верно. В этот момент флюксеры в горной цепи заходящего солнца больше не могли вести себя так, будто они стояли на вершине мира. Вместо этого, все почувствовали удушающие ощущения угрозы, потому что Байчин Шань Ли Цзянь и повелитель клинков Линь Цзянь один за другим, пали. В это время позиции охотника и добычи начали меняться. Не уходите далеко. Вы все должны держаться вместе и не ходить в одиночку. Наша нынешняя цель плевать хотела на здравый смысл. Флюксер с золотым кристаллом с горы Небесного озера нервно собрал всех своих людей, как будто приближался могущественный враг. Однако, в этот момент, огромная собака, похожая на настоящее божество, набросилась на них, появившись из темноты. Это был навык Небесная собака, пожирающая Луну. Все флюксеры с горы Небесного озера были потрясены. Однако, в следующее мгновение они обнаружили, что Небесная собака была не одна. Их было четыре, и они приближались к ним с четырех сторон. Прозвучали четыре громких взрыва, когда Небесные собаки достигли своей цели. Отряд горы Небесного озера был мгновенно уничтожен. Еще девять имен потускнели и исчезли почти одновременно. Отряд горы Небесного озера был полностью уничтожен. Люди, наблюдавшие за происходящим, были совершенно шокированы. Однако, в этот момент они внезапно обнаружили, что после того, как Ли Юнему достиг отметки в 100 убийств, его скорость резко возросла до такой степени, что это уже было безумие. Умри, чудовищный урод. Бам, бам, бам. Три флюксера с золотым кристаллом напали на него одновременно, используя свои кулаки. Однако, Ли Юнему даже не нужно было покидать свою позицию. Слабо, слишком слабо. Этой ничтожной силы недостаточно даже для того, чтобы пробить мой пятый слой защиты, броню из костей дьявольского дракона. Глава 159. Глава 159. Остановившиеся флюксеры слабо, слишком слабо. Этой ничтожной силы недостаточно даже для того, чтобы пробить мой пятый слой защиты, броню из костей дьявольского дракона. В следующее мгновение тень позади Ли Юньму слегка задрожала и сразу разделилась на три призрачных фигуры, лица которых не было видно. Они обрушили тяжелые удары на трех флюксеров с золотыми кристаллами, которые сейчас объединили усилия. Мировой убийственный кулак Пока ситуация не будет отчаянной, Ли Юньму не стал бы использовать мировой убийственный кулак. В конце концов, это могло раскрыть тот факт, что он обладал небесным миром. Но мертвые люди не могли ничего рассказать. Три флюксера с золотыми кристаллами никак не ожидали, что даже объединив усилия, они не смогут пробить защиту Ли Юньму. Но что потрясло их еще больше, так это то, что тень Ли Юньму неожиданно ожила и начала сражаться. И она была не одна, а разделилась сразу на три фигуры, каждая из которых бросилась на одного противника, а затем использовала мировой убийственный кулак. Бам! Из-за внезапности нападения, а также мировой энергии, которая, казалось, могла запечатать весь мир, у троицы не было шанса уклониться. Один взрыв раздавался за другим. Послышался звук, похожий на обрушение целого мира, и тела двух флюксеров с золотым кристаллом просто разорвало на куски. Однако, с тела последнего флюксера вдруг поднялся золотой свет, который принадлежал защитному талисману. Этот талисман был похож на тот нефритовый жетон, который Линью Ижа удалали Юньму. Однако, только те, кто достиг царства Мудреца Потока, имели возможность создавать такие вещи. Что касается того, от атаки какой силы такие талисманы могли защитить, это уже зависело от силы Мудреца Потока и того, какие материалы он был готов использовать для создания такого предмета. Флюксер с золотым кристаллом, который пережил мировой убийственный кулак, явно активировал защитный талисман Божественного Света, чтобы спасти свою жизнь в этот критический момент. Это означало, что за его спиной был Мудрец Потока или, возможно, у него была с ним какая-то связь. Естественно, что кроме этих двух теорий существовал еще и такой вариант, что он получил его случайно. Такая ситуация в пределах ожиданий Линьму. В конце концов, среди всех этих людей, отправленных крупными силами Центрального Континента, были люди, обладающие подобными козырными картами. Это не было ни в малейшей степени странным. Только что с того, поскольку Линьму осмелился использовать мировой убийственный кулак, естественно, что он не позволит этому человеку остаться в живых, был использован четвертый мировой убийственный кулак. На этот раз Линьму атаковал лично, бам. В ответ на это, противник использовал второй защитный талисман Божественного Света. Раз он использовал два таких талисмана, уже не оставалось никаких сомнений, что этот человек был потомком Мудреца Потока. Иначе, он никак не смог бы получить два таких драгоценных сокровища, потому что Мудрецы Потока смотрели на остальных культиваторов, как на обычных муравьев. Мне даже интересно, сколько еще у тебя этих защитных талисманов. В следующие мгновения Линьму и три его тени вынули свои пожирающие ледяные клинки и безжалостно набросились на флюксера с золотым кристаллом, который был отброшен на дюжину метров назад. Ультра кровавая расплата Авроры. Это была кровавая расплата Авроры после того, как он использовал ее в полную силу, чтобы нанести удар. Мгновенно, четыре потока чрезвычайно острой энергии клинка, объединенные вместе и содержащие энергию холода и молний, обрушились на противника. Цзинь. Появился третий защитный талисман Божественного Света, но три последующих удара, нанесенных со спины, достигли тела этого флюксера. Первая атака смогла сломать только половину кристальной брони, прежде чем исчерпать свою силу. Вторая атака пришла сразу после этого и мгновенно расколола броню. Третья атака разрезала этого флюксера, который обладал защитой Мудреца Потока, пополам. Под атакой ультра кровавой расплатой Авроры, смешанной с разрушительной темной энергией потока молний, тело флюксера, который потерял защиту кристальной брони, было похоже на обычную бумагу. Даже после того, как он использовал три защитных талисмана Божественного Света подряд, этот флюксер с золотой кристальной брони не смог убежать даже на 30 метров, прежде чем его убили. Слова этих флюксеров были отчасти верными. Ли Юньму действительно был уродом, монстром. Его нельзя было судить по обычным стандартам. Даже три защитных талисмана Божественного Света не смогли защитить его противника от смерти. Внезапно от трупа отделился сгусток света, который сформировал лицо мужчины средних лет, который, должно быть, был тем самым мудрецов Потока, который защищал его. Этот мужчина внимательно посмотрел на Ли Юньму, прежде чем исчезнуть. Но что с того, если это был мудрец Потока? Это было Пятое измерение. Всем, чья культивация превышала уровень радужного кристалла, было запрещено появляться здесь. Пока человек не станет истинным богом, ему все равно придется следовать правилам этого мира. Ли Юньму не испытывал особых опасений и сразу махнул рукой, забирая тела двух флюксеров с золотым кристаллом в свой небесный мир. После этого он подошел к парню, который получил защиту мудреца, и вскоре обнаружил у него три необычных предмета. Первым было драгоценное оружие истинного Пятого измерения, пара катаров. Ли Юньму никак не ожидал, что после случая с Ли Цин Хун, он найдет еще одно оружие истинного Пятого измерения. Теперь ясно, почему грабеж и убийства процветали на Земле с незапамятных времен. Пока у человека есть силы, его заработки будут великолепны. Вторым предметом была кровавая жемчужина, испускавшая какой-то таинственный свет. Конечно, это был еще один необычный предмет, но Ли Юньму не мог оценить его. Третьим предметом был кристалл в форме журавля, размером с детский кулак. Ли Юньму не знал предназначения этого предмета, но он знал, что это точно крайне драгоценный предмет. Ли Юньму обыскал труп в поисках значка, который был уже сломан, чтобы узнать имя мертвеца. Джан Тин Хан, звучит знакомо. По сравнению со всеми остальными убитыми им флюксерами с золотым кристаллом, этот человек был самым богатым представителем третьего поколения. Нет, лучше будет назвать его мудрецом в третьем поколении. Все его тело было богатством. Среди тех трех предметов, которые Ли Юньму забрал с его трупа, не было ни одного обычного. К сожалению, после того, как жизненные силы флюксеров иссякали, небольшое пространственное хранилище в значке флюксера немедленно разрушалось. В противном случае, Ли Юньму, убивший столько флюксеров из различных крупных группировок центрального континента, имел бы шанс стать баснословно богатым. Действительно, жалко. Естественно, это также было причиной того, что целью этой крупномасштабной операции был именно захват Ли Юньму, а не его убийство. Все эти силы боялись потерять содержимое его значка. Таким образом, у этого свойства значка флюксеров были как достоинства, так и недостатки. Полностью очистив поле боя, три тени задрожали и снова объединились, чтобы стать тенью Ли Юньму. Ли Юньму вновь задействовал шаги насекомого, бросаясь к следующему месту охоты. 156 убийств. Джан Тиньхан тоже погиб? Не может быть. По слухам, его предок, мудрец потока, дал ему три защитных талисмана божественного света. Благодаря им, этот парень самодовольно бегал по пятому измерению. Кроме тех флюксеров, которые остались в пятом измерении, подавляя свою культивацию, ему было наплевать на всех остальных. Ха-ха, все правильно. Он не смел провоцировать тех, кто подавлял свою культивацию, но Ли Юньму уже убил двух таких людей, так зачем ему париться по поводу какого-то там мудреца потока, стоявшего позади Джан Тиньхана? Ха-ха, это просто отлично. Этот придурок наконец-то спровоцировал того, кто еще более отмороженный, чем он сам. Похоже, этот Ли Юньму также станет одним из тех, кто подавляет свою культивацию, чтобы остаться в пятом измерении. Тебе не кажется, так и будет. Он убил уже столько флюксеров с мощной поддержкой, поэтому его уже можно считать одним из остановившихся флюксеров. Глава 160. Глава 160. Великая осада остановившийся флюксер – это особый титул в пятом измерении. Люди, которые смогли как-то оскорбить великие силы на Земле, могли лишь подавить свою культивацию и остаться в пятом измерении. Они представляли собой высшую силу в пятом измерении и использовали эту силу, чтобы противостоять большим силам, которые охотились на них. Если бы они вознеслись в шестое измерение, они бы потеряли защиту мировых законов пятого измерения и вынуждены были бы столкнуться с мастерами потока трансцендентного уровня или даже более высокого уровня культивации, которые попытались бы выследить их. Может ли Ли Юньму считаться остановившимся флюксером? Естественно, нет. Его культивация еще не достигла высочайшего уровня, дозволенного мировыми законами пятого измерения, поэтому он не мог считаться остановившимся флюксером. Однако, учитывая его нынешнее положение, его действительно можно было считать флюксером в шаге от этого звания. В конце концов, прямо сейчас Ли Юньму в принципе не мог покинуть пятое измерение и отправиться во внешний мир. Если бы он это сделал, скорее всего, какой-нибудь мастер потока или даже флюксер более высокого уровня пришел бы за его головой. Что касается таинственной секты ли, стоящей за его спиной, то у многих были сомнения по этому поводу. Но это не означало, что у него были силы, чтобы запугать всех этих людей. В конце концов, пока какой-нибудь боевой мудрец не вмешается лично и не убьет всех этих людей ради Ли Юньму, ничего не изменится. У него просто не было возможности напугать всех этих людей. Когда все сказано и сделано, он всего лишь ученик секты, а ученик не будет ничего значить для секты. Однако, Ли Юньму даже не задумывался о чем-то столь отдаленном, остановившийся флюксер, он был далек от этого. К тому времени, когда его культивация достигнет пика радужного кристалла, с его ресурсами и объединенной силой всех его теней, даже если он поднимется в более высокое измерение, чего ему там бояться. В эту ночь Ли Юньму, казалось, превратился в посланника смерти. Скорость, с которой он убивал людей, становилась все быстрее и быстрее. Один человек и третий не продолжали стрелять с закрытыми глазами. Одна за другой, стрелы истинного видения, пронизанные энергией молний, убивали одного флюксера за другим. До тех пор, пока культивация противника не достигнет уровня золотого кристалла, если они зайдут в трехкилометровый диапазон атаки Ли Юньму, они будут убиты им за несколько выстрелов из лука. 157 убитых, 163 убитых, 182 убитых, 200 убитых. Наконец, когда Ли Юньму повел Ли Юна, Лифына или Теня сражаться на другую сторону горного хребта, счет убитых перевалил за 200. Многие семьи и силы, наконец, поняли одну вещь. Войска, которые они отправили туда, были абсолютно не способны поймать Ли Юньму. Более того, не говоря уже о поимке, даже убить его не представлялось возможным. Это было ясно из разведданных, полученных из зоны боевых действий. Это стало очевидно не только потому, что его личная боевая сила была ненормальной, но из-за того факта, что к нему присоединились еще три ученика Сектыли. Одного Ли Юньму было достаточно сложно убить, но теперь их было четверо. Но сильнее всего приводил в отчаяние тот факт, что защита всех учеников Сектыли была просто ужасающей. Даже атаки Флюксера с золотым кристаллом, использующего всю свою силу, было недостаточно, чтобы хоть немного их ранить. Вскоре, первая группа организации кланов смогла очнуться и отозвала свои силы. Почти две тысячи Флюксеров с высокой культивацией быстро отступили. Они пришли сюда с высоким боевым духом, но в итоге бежали, поджав хвост. На этот поле боя в горном хребте заходящего солнца Флюксеры с серебряным кристаллом были не более чем пушечным мясом, в то время как Флюксеры с золотым кристаллом дохли словно мухи. Последняя группа, которая имела квалификацию, чтобы остаться в этом месте, представляла собой группу Флюксеров, которые считались наиболее могущественными в пятом измерении. Это были те, кто сконденсировал свою золотую кристальную броню и были всего в шаге от радужного кристалла. С их боевой силой этих людей было довольно сложно победить Флюксером одного с ними уровня. Если бы это было не так, они бы не осмелились соревноваться с Флюксерами, которые были на уровне радужного кристалла. Всего их было 11 человек. Дело было не в том, что число Флюксеров с радужным кристаллом было слишком мало. Основная причина заключалась в том, что все эти Флюксеры, достигшие уровня радужного кристалла, обычно отдалялись от всех дел и были заняты подготовкой к вознесению в шестое измерение, либо уже вознеслись и их уже не было в этом измерении. Было неизвестно, к какому соглашению пришли эти 11 человек, потому что они собрались вместе, чтобы дождаться своей цели. Ли Юньму, нам не нужно сражаться друг с другом, просто передай нам ключ к тайной области древнего божества. Как только мы его получим, мы покинем это место. После ночного сражения, которое продолжалось в течение большей части ночи, 11 человек с силой, эквивалентной радужному кристаллу, собрались вместе, чтобы организовать крупномасштабную блокаду. На каждой позиции было как минимум два Флюксера с радужным кристаллом, защищающих ее вместе. Что еще больше изумило Ли Юньму, так это то, что эти люди пришли подготовленными. Они были оснащены крыльями небесной летучей мыши, которые считались самым технологически продвинутым продуктом на центральном континенте. Все люди остановились в небе и смотрели прямо на Ли Юньму вдалеке. По слухам, эти крылья небесной летучей мыши были единственной моделью, которая могла быть использована в реальном бою. Крылатые экзоскелеты и другие модели механических крыльев были бесполезны в бою, они могли использоваться только для передвижения. Но эти крылья небесной летучей мыши могли быть использованы для сражений в небе. Более того, сразу 11 человек, организовавших эту блокаду, использовали этот высокотехнологичный продукт четвертого поколения. Они действительно хорошо подготовились, однако, как они могли не знать, что крылья Ли Юньму были необычными крыльями, они были отделены от Дитя Ветра. Таким образом, ничего удивительного, что Ли Юньму не воспринимал их всерьез. В этот момент он с волнением встал в оборонительную позицию. После того, как он изучил секреты очищения костей дьявольского дракона, он уже мог сражаться на равных с флюксерами с радужным кристаллом. Если он объединит силы с тремя тенями, то даже столь же грозный человек, как Ли Цин Хун, не сможет противостоять ему и погибнет. Кроме этих 11 человек, которые имели силу радужного кристалла, было еще несколько пространственных глаз, которые двигались по кругу, образуя кольцо. Внизу, скрытые в лесу, также была группа флюксеров с золотым кристаллом, которая действовала в качестве резерва. Среди них наиболее привлекающей внимания была группа флюксеров, сформированная из 18 человек, каждый из которых обладал культивацией золотого кристалла. Все они были верхом на огромных зверях. Предположительно, это были члены семьи Лу из города Исполинского льва. Кроме того, была еще одна группа людей, состоявшая из 20 человек. У всех них на плечах сидела разноцветная ящерица. Система сообщила Ли Юньму, что это были люди из долины земных драконов. Это место обладало силой, уступающей только силе сект. Обычно они уделяли мало внимания мирским делам, и очень немногие пытались участвовать в них. Но все они были соблазнены тайной областью древнего божества. Третьей силой, присутствующей здесь, была влиятельная семья из одного из трех королевских городов. Число людей, которые принадлежали к этой фракции, было довольно большим, достигая в общей сложности 36 человек. Каждый из них был флюксером с золотым кристаллом и носил странную экипировку. Удивительно, но они несли на своих плечах необычное оружие, а черные как смоль пушки. Это индивидуальные пространственные пушки, которые используют энергию потока для стрельбы. В обычных обстоятельствах, нужно быть как минимум флюксером с серебряным кристаллом, чтобы использовать их. Каждая пушка может единственным выстрелом убить флюксера с золотым кристаллом. Если они выстрелят одновременно, даже защита хозяина может не выдержать. Спокойно предупредила система. Он кивнул. Пока они не смогут дать залп все одновременно, ему не нужно было их бояться. Глава 161. Глава 161. Сначала убьем исполинских львов четвертая сила, оставшаяся позади, была отрядом из семи девушек-флюксеров. Их оружие было чрезвычайно странным и необычным, поскольку это были музыкальные инструменты. Однако, на этот раз Лиюньму не нуждался в объяснениях системы. Он и сам знал происхождение этих очаровательных девушек. Это были семь снежных фей снежного дворца иллюзорной песни. В бою их сила была не так высока, поскольку они использовали музыку, чтобы атаковать разум и психическое состояние своих противников. Каждая из семи фей была чрезвычайно очаровательна. Белоснежная нефритовая кожа и манящие изгибы тела вызывали желание увидеть больше. Семь фей были довольно известны на центральном континенте, причем большая часть их репутации была связана с их внешностью и темпераментом. Естественно, что все они владели иллюзорной музыкой, которая воздействовала на разум. Когда они работали вместе, многие известные противники умирали от их рук. Однако, Лиюньму на них даже не взглянул. С точки зрения внешнего вида и темперамента, каждая из них была лишь на уровне Лицзы и была довольно далека от сравнения с Лин Шуан, Лин Юи Жау или даже Ли Цин Хун, которую он не так давно убил. С точки зрения угрозы для него, поскольку у Лиюньму была Лин, он не испытывал никакого страха. Если бы у Лиюньму не была маленькой Лин, они могли бы стать для него угрозой, но к сожалению, эти люди переоценили себя. Он не боялся ментальных атак. Спустя мгновение Лиюньму обнаружил, что эти люди окружили его со всех сторон, неважно, на земле или в небе. Лиюньму, отдай драгоценную нефритовую подвеску, и мы оставим тебя в живых. В противном случае, выкрикнул лидер отряда семьи Лу, слишком шумный. Когда эти 11 флюксеров с радужным кристаллом угрожали ему, Лиюньму не возражал. По крайней мере, у этих людей была сила. Однако, что насчет этой семьи Лу, кто, блять, их вообще в расчет берет? Лиюньму даже не стал дожидаться, пока оратор закончит свою речь. Без малейшего колебания, он презрительно взмахнул своим клинком в сторону этого человека, использовав кровавую расплату Авроры. Волна энергии клинка была небрежно отправлена в цель с помощью этого удара. Мелкий паршивец, ты смеешь недооценивать семью Лу из города Исполинского льва? Лицо их командира потемнело, потому что противник с явным презрением небрежно отправил удар в его сторону, а затем отвернулся. Это ощущение того, что на него смотрит сверху вниз окончательно взбесило его. Смотри, как я сломаю твою энергию клинка. Командир отряда семьи Лу был бронированным солдатом с силой золотого кристалла. Он взревел и выставил перед собой тяжелый щит, однако он тут же осознал свою ошибку. Это была не просто небрежно отправленная волна энергии клинка, а четыре волны энергии клинка кровавой расплаты Авроры, сжатые до предела. Первая волна пробила энергетический барьер щита, вторая сам щит, третья рассекла его кристальную броню, а четвертая ударила непосредственно по телу этого мужчины. Хотя командир отряда не был разрезан надвое, но большое количество ледяной энергии проникло в его тело, замораживая его изнутри, а потом подоспел голубой дракон из энергии молний, который обрушился на ледяную статую и разбил ее в дребезги. Всего лишь единственный удар Льюниму убил этого флюксера с золотым кристаллом из семьи Лу. При виде этого, они, наконец, осознали, почему от руки Льюниму погибло так много флюксеров. Он был монстром, которому было наплевать на здравый смысл. На самом деле, энергия клинка, выпущенная Льюниму, содержала не только его энергию, но и энергию трех его теней, которые вернулись в его тело. Фактически, это были четыре удара кровавой расплаты Авроры. Когда Льюн, Лифен и Литянь повторили движение Льюниму и нанесли свой удар, их атаки были полностью синхронизированы с движениями Льюниму. Таким образом, в глазах других людей все выглядело так, будто единственный удар Льюниму убил командира отряда семьи Лу. Молния и холод – два вида темной энергии потока, и кроме того, есть еще один тип энергии, наполненный убийственным намерением. Неудивительно, что тебе удалось созреть до такого уровня. Кажется, после удачного похода в Башню Славы, твои крылья полностью окрепли. Один из 11 флюксеров с радужным кристаллом, который, казалось, был лидером, высказал свое мнение, озвучив тот факт, что Льюниму обладал тремя типами энергии. «Напомни, кто ты такой?» – равнодушно спросил Льюниму. «Меня зовут Гучинфын, но многие зовут меня Бог урожая». Гучинфын сделал паузу на мгновение, прежде чем продолжил со слабой улыбкой. «Я получил этот титул потому, что каждый раз, когда я беру на себя задание, я всегда возвращаюсь, получив огромную прибыль». Льюниму не ожидал, что при таких обстоятельствах он сможет столкнуться с кем-то еще более наглым, чем он сам. Он лишь спросил этого придурка о том, как его зовут, и ничего больше. «Так значит, ты у нас знаменитый Бог урожая. Интересно, ты сильнее лиценхун или может более грозный, чем повелитель клинков Линьцзянь, которые не так давно были убиты мной?» Льюниму улыбнулся. Лицо Бога урожая мгновенно потемнело. В конце концов, во всем пятом измерении было не так много людей, которые были сильнее, чем он. Это было потому, что он был остановившимся флюксером. Если бы не один лорд, который обещал ему много преимуществ, разве стал бы он присоединяться к внешней силе, чтобы помочь в сражении против Льюниму? Хуже всего было то, что остановившихся флюксера, о которых упоминал Льюниму, принадлежали к группе тех немногих людей, которые были сильнее него. Если бы этот мальчишка не был таким высокомерным, убивая всех подряд, и ему дали 8-10 лет на развитие, он мог бы стать одной из высших сил на Центральном континенте. К сожалению, сегодня его ждала смерть. Это верно. После того, как Льюниму продемонстрировал ужасающий боевой потенциал и способность убить более сотни флюксеров за одну ночь, кланы и организации, стоявшие за этими отрядами, пришли к взаимному согласию. Независимо от того, смогут они получить нефритовую подвеску или нет, он сможет покинуть это место только вперед ногами. Даже если им придется спровоцировать стоявшего за ним мудреца из секты ли, этот парень все равно должен умереть. Иначе, в будущем их ждет катастрофа. Похоже, у тебя нет ни малейшего желания передавать нефритовую подвеску. Если хочешь получить нефритовую подвеску, давай сначала посмотрим, хватит ли у вас сил, чтобы ее заполучить. Льюниму не хотел тратить свое дыхание на разговоры с этими людьми. В конце концов, система уже просканировала способности всех присутствующих, пока они обменивались любезностями. В таком случае, зачем ему тратить время? В следующее мгновение он сложил свои крылья и бросился к земле. Первыми, кто должен был умереть, была семья Лу, а вторыми – отряд из королевского города, который вооружен тяжелыми пушками. Тяжелые пространственные пушки могли стать серьезной угрозой, если они начнут стрелять одновременно. Что касается Долины Земляных Драконов, он пока не был уверен в их способностях, в то время как семь фей не представляли для него никакой угрозы. Никто не знал, что Льюниму будет настолько решительным и нападет в тот момент, когда произнесет эти слова. Он даже не пытался прорваться через блокаду, а вместо этого решил сражаться. Может, он все еще верит, что сможет выйти победителем в сражении с этими людьми. Глупость. Исполинские львы были отвратительными пространственными монстрами. Они были хороши в выслеживании, поэтому Льюниму пришлось напрячься, чтобы уничтожить их в первую очередь. Таким образом, он обрушился на группу флюксеров из семьи Луи и воспользовался неистовым клинком, совершенно не сдерживаясь. Глава 162. Глава 162. Кто будет смеяться последним? Проклятие. Будьте осторожны. Этот парень бросился к земле, чтобы убежать. Он должен владеть какой-то высокоуровневой техникой в побега, которая работает на земле. Льюниму внезапно рухнул на группу флюксеров из семьи Луи и задействовал свои атакующие техники. 11 флюксеров с радужным кристаллом, парившие в небе, отреагировали на это и сделали все возможные, чтобы быстрее оказаться внизу. Однако, в этот момент произошло нечто странное. Откуда-то издалека донесся резкий звук рассекаемого воздуха. Вуууу. Этот звук застал эту группу из 11 флюксеров с радужным кристаллом врасплох. Четверо из них даже не успели ничего сказать, когда несколько черных лучей света проникли в их тела. Это руническое запечатывающее копье. Выражение лица оставшихся семи флюксеров с радужным кристаллом сильно изменилось, и они закричали. Осторожно. Всего мгновение спустя звук повторился. Вуууу. И снова, три из семи оставшихся в живых флюксеров были убиты этими черными лучами. Это нападение было слишком внезапным. Черные лучи появлялись настолько быстро, что никто из них не успевал среагировать. Даже Лиюньму, который бросился на семью Лу, готовясь к резне, невольно замедлился, а выражение его лица слегка изменилось. Он быстро оценил ситуацию, чтобы определить, сможет ли он использовать уклонение от стрел пятого уровня, чтобы уклониться от этого чрезвычайно быстрого черного луча. Он должен был признать, что эта внезапная атака были действительно слишком удивительной. Это также позволило ему прийти к осознанию того, что скрытые уникальные атаки нельзя недооценивать. Всего за два залпа из 11 флюксеров с радужным кристаллом погибло семеро. Грозная защита, предоставляемая радужной кристальной броней, была пронзена этими черными лучами, будто она была сделана из бумаги. Однако эта волна внезапных атак только началась. Внезапно, 36 флюксеров из какого-то королевского города воспользовались этой возможностью, чтобы напасть. 36 выстрелов из пространственных пушек неожиданно были нацелены на группу флюксеров из семьи Лу. Один выстрел за другим, они обрушили град разрушительных атак на десяток всадников из семьи Лу. Под градом совместных атак всех пушек, каждый отдельный всадник и его питомец получили одновременные удары как минимум от трех пространственных пушек. За короткий промежуток времени люди, которые вели себя невероятно высокомерно, понесли огромные потери. Отряд флюксеров из долины земных драконов, которых Лиюньму раньше не мог видеть насквозь, также присоединились к бойне в этот момент. Один за другим, они сплюнули эссенцию крови на своих ящериц, сидящих у них на плечах. В следующее мгновение маленькие ящерицы начали с огромной скоростью раздуваться. Они взревели и начали превращаться в человекообразных ящеров. Как только они обрели свои новые формы, они набросились на семь фей снежного дворца иллюзорной песни. Ментальные атаки семи фей почти не оказывали никакого влияния на этих ящеров, которые уже сходили с ума от жажды крови. Целенаправленно, удивительно, но все эти люди уже заранее знали свои цели. Внезапное начало трех отдельных сражений поразило Лиюньму. Аналогичным образом это событие поразило тех людей, которые следили за ситуацией в режиме реального времени. В этот момент внезапно вспыхнула битва между силами Центрального континента. Умри. Когда все это началось, лидер группы флюксеров с радужным кристаллом, Гучин Фын, внезапно оказался рядом с другим флюксером с радужным кристаллом. Он зловеще улыбнулся ему и безжалостно вонзил свою когтистую руку, похожую на драконью лапу, в спину флюксеру с радужным кристаллом, схватив его сердце. Из 11 флюксеров с радужным кристаллом за короткий промежуток времени погибло 8. Это было слишком удивительно. Когда Лиюньму стал свидетелем всех этих изменений, его сердце наполнилось изумлением и замешательством. Он сильно недооценил соблазнительность этого ключа к тайной области древнего божества. Он даже подумать не мог, что те силы, которые объединили усилия для его поимки, начнут сражаться друг с другом. Он остановился и медленно отступил с поля боя, позволяя им спокойно сражаться друг с другом, продолжая спокойно наблюдать за происходящим. Эта последняя группа людей не просто поджидала Лиюньму, но и ждала удобного момента, чтобы избавиться от тех конкурентов, которые были слишком жадными, но не имели достаточно силы, чтобы потакать своим желанием. Огромную прибыль никогда не станут делить. Все хотят наслаждаться ею в одиночестве. Это внезапное сражение, которое началось в тот момент, когда никто этого не ждал, закончилось столь же быстро, как и началось. Всего за несколько минут все представители семьи Лу были обращены в пепел под непрерывным обстрелом пространственными пушками. Что касается семи фей, посланных снежным дворцом иллюзорной песни, они также были устранены. Эти прекрасные женщины с белоснежной кожей были разорваны в клочья внезапным нападением ящеров из долины земных драконов, стоявших рядом с ними. Их плоть и внутренние органы были разбросаны по всему полю боя, что привело к чрезвычайно кровавой сцене. Это была реальность. Это была реальность, где сильные охотятся на слабых. В конце концов, только Гучин Фэн, возглавлявший двух флюксеров с радужным кристаллом, бойцы отряда долины земных драконов и 36 бойцов, использующих индивидуальные пространственные пушки, остались в живых. Это и было примером использования глубоких резервов и грозных методов, которыми обладали большие кланы и крупные силы, которыми они пользовались для управления ситуацией из-за кулис, чтобы им самим даже не нужно было атаковать. Пока они контролировали ситуацию из-за кулис, все развивалось в соответствии с их сценарием. Ли Юньму даже не нуждался в объяснениях системы, поскольку он уже знал, что это, безусловно, три крупнейшие букмекерские компании, которые контролировали ситуацию из-за кулис. Кроме того, существовала еще четвертая сила, которая скрывалась где-то в тенях. Эта скрытая сила и была той, которая использовала эти черные лучи света, чтобы устранить неугодных флюксеров с радужным кристаллом. Хозяин закулисные силы уже начали действовать, предупредила его система. Я понимаю, но почему они не сделали свой ход до того, как я убил сотню человек? Ли Юньму по-прежнему спокойно, но предельно внимательно наблюдал за всем происходящим, потому что по сравнению со сделанной вами ставкой, другие варианты пользовались куда большей популярностью. Общая сумма всех ставок на другие варианты была куда больше того, что поставили вы. Ответ системы был очень прост. Эти люди не вмешивались ранее, потому что люди охотнее делали ставки на то, что он не продержится слишком долго. Для получения наибольшей выгоды эти силы, управляющие всем из-за кулис, не станут атаковать раньше времени. В противном случае они бы понесли убытки. Вот почему они позволили Ли Юньму получить достаточную известность и устроить решение.